А мы переходим к теме нашего сегодняшнего занятия. И сегодня на первом занятии мы поговорим про такую важную тему, которая звучит так вот. Что считать хорошей фотографией? То есть какие снимки нам считать хорошими? Что мы говорим, что вот это снимки хорошие, а вот это снимки плохие? Давайте с этой темой разбираться, потому что, на мой взгляд, это вообще краеугольный камень, вокруг которого потом вся фотография должна строиться. Поэтому самое главное в самом начале. Поехали. Итак, какие кадры мы будем считать хорошими? Ну, довольно простой вопрос, который, ну, в принципе, многих, кстати, ставит в тупик, но ответить на него довольно легко. Первое, что люди отвечают, они говорят, что, ну, естественно, нам нравятся интересные фотографии, то есть нам скучные фотографии не нравятся, нам нравятся интересные фотографии. Мы сейчас поговорим, что такое интересные фотографии и что тут может быть. Ну, как правило, говорят какие-то там со смыслом, вдохновляющие, красивые, великолепные, ну и так далее. Вот эти определения, мы сейчас это попробуем, что тоже по полочкам разложить. И второй момент, это качественно сделать. То есть такой вопрос, вот, ну да, они должны быть интересные и должны быть хорошо сделаны, именно с точки зрения технической. Технически совершенные кадры. И сегодня про это мы тоже поговорим, что такое технически совершенные, и какие тут есть исключения, и почему не все так просто с техническим исполнением, зато все однозначно с интересностью. Давайте смотреть. Итак, первая категория – интересные снимки. То есть мы хотим, чтобы фотографии были интересными, чтобы они были привлекательными. Чтобы разобраться вот с этим моментом, ну, что мы считаем интересными фотографиями, что мы будем считать, и что зрители будут считать интересными, нужно ответить на довольно простой вопрос, который тоже довольно, кстати, многих людей ставит в тупик. Что хотят люди получить от похода в какое-то, не знаю там, заведение типа кино, театр, на выставку, неважно куда, вот на какое-то художественное, культурно-художественное мероприятие. Люди идут, и что они хотят получить? Ну, то есть какой у них на выходе-то желательный ответ от этого всего? Что они хотят вынести с этого мероприятия? Если подумать хорошенько, то, наверное, тут есть несколько моментов, есть несколько компонентов. Ну, можно упростить, например, довести до кино. Например, кино уходит довольно много людей, да, и поэтому они себе представляют, что происходит, когда ходишь в кино, и что ты хочешь получить от просмотра кино. Первое, и самое логичное, это эмоции. Эмоции имеют в виду, что я хочу хорошо провести время, я хочу получить удовольствие, я хочу, там, не знаю, отвлечься от забот. Это тоже эмоциональное состояние, то есть повысить себе настроение, сделать более приятно себе просмотром этого кино, забыть про какие-то неурядицы, которые окружают, или там тяжелый труд, или что-то еще. Отвлечься, насладиться видом, да, это тоже может быть. Ну, в принципе, эмоции самые разные. Это погрустить, немножко испугаться, если мы на хоррор какой-то пойдем. Ну, это все эмоции, это область эмоциональная. Насладиться тоже эмоциональная, область, там, получить удовольствие, это тоже эмоциональная. Это первая категория. Если подумать, то второй тоже есть момент, и второй момент — это идеи. То есть, когда мы ходим в кино, мы хотим получить некие идеи, которые мы можем обдумать, то есть осмыслить. Вот этот герой поступил так, вот, на самом деле, правильно ли он поступил или неправильно, хорошо или нехорошо, а вот если то-то вот так, а если вот это-то вот так, ух ты, надеюсь, какая там дилемма возникает, давайте мы ее обдумаем, а давайте поговорим с другими людьми, да, обсудим эту идею, давайте подумаем, что другие люди спрашивают, ну и так далее, там, идеи. Идеи или мысли — это вторая категория, которая является тоже очень ценной при просмотре кино или походе на выставку или любые другие культурные мероприятия, это тоже будет важно. Третий момент — это информация. Полезную для себя информацию мы тоже хотим получить, ну то есть, а вот надо же, оказывается, вот это устроено вот так, или вот надо же, вот эти, как оказывается, живут вот так, а вот это вот так, вот так делается, да, то есть, дополнительная какая-то информация, конечно, это уже не совсем, скажем так, творческий аспект, но, тем не менее, это тоже бывает важно, когда мы идем в кино, когда мы смотрим спектакль в театре, мы тоже хотим получить и этот момент тоже. Ну и четвертый, можете добавить сами, предложить свой вариант на онлайн-занятие, когда у нас будет онлайн-занятие, вы можете к нему подготовиться, да, и сделать свое собственное высказывание по поводу того, что же хотят люди получить от подхода в кино, в театр, там, или на выставку. То есть, вот у нас основные, по сути, три категории эмоций, идеи, информации. Это то, что мы хотим получить в кино, то же самое мы хотим получить от фотографии, абсолютно все то же самое, если мы делаем фотографию или смотрим на какую-то фотографию, то мы ожидаем, что от этой фотографии у нас будет вот, у зрителя будет вот такой вот клик. Он почувствует какие-то эмоции, глядя на эту фотографию, переживания какие-то, и будет его обуревать, да, когда он посмотрит, он может вынести какие-то идеи, может получить дополнительную информацию. Ну, собственно говоря, все, я вот четвертый пункт не вижу, что здесь может быть, но если вы что-то придумаете, то вы обязательно напишите и расскажите мне. Ну, соответственно, фотографии, в которых есть эти эмоции, в которых есть эта идея, есть какие-то информации, там, и что-то такое еще, что можно придумать про что-то, что я говорил, то, что, может быть, еще у вас есть, да, вот это все на фотографии, если оно есть, то фотография будет хорошей. Она будет хорошей, разной степени хорошести, потому что идеи бывают простые, бывают сложные, бывают там очень, скажем так, всемирно понятные, а бывают какие-то более логичные и какие-то более простые, более приземленные. Бывают, опять же, эмоции, понятные всем, бывают эмоции, понятные какому-то узкому кругу людей. Вот, например, ностальгия, которую использует Давид Дубницкий. Он работает с фотографиями такого легкого эротического характера и при этом очень активно эксплуатирует тему ностальгии, ностальгии по советским временам. Ностальгия, например, имеет довольно узкую направленность. То есть это та эмоция, которая возникает у людей, которые жили в определенном периоде времени, в определенной стране. Ну, то есть, допустим, такие воспоминания, они не факт, что будут понятны американцам, или не факт, что будут понятны каким-то европейцам, потому что у них было все немножко по-другому в эти 50-е, 60-е годы. Но, тем не менее, для людей, которые жили на советском пространстве, на постсоветском, которые сейчас живут, для них это очевидная ностальгия, это эмоция. Ну, то есть, вот как работает фотография. Любая хорошая фотография, она эмоция, идея, информация. Довольно часто я получаю такой вопрос. Ну, а почему я не могу снимать вот просто портреты? Почему я не могу сделать просто фотографии? Вот какие-то простые снимки вот и показывать. Вот этот вот же простая фотография, да? Ну и вот же, она же классная, она же замечательная. Почему я не могу делать такие фотографии? Я всегда отвечаю, можете. Можете, никто вас не может остановить. В данном случае никто вам не может запретить. Можете, но всегда есть «но». Прилетает слово «но» такое жирное, неприятное. Давайте разбираться, что за слово «но». Смотрите, довольно интересные фотографии, вот ребенок сфотографирован, а вот женщина сфотографирована, вспышкой в лоб, ну так тоже, а вот мужчина сфотографирован, да, это все как бы разные люди, ну вот мы сейчас только что увидели, и это фотография головы человека, крупным планом снят, ну по сути то, что мы говорим, портрет. Что интересно вот в этих картинках, которые я вам сейчас показал? Интересно то, что это на самом деле не существующие люди, то есть вот этих людей никогда не существовало в природе, их нет, это, есть такой сайт, вот его название здесь наверху есть, называется, переводится на русский язык, это персона никогда не существовала, да, действительно, это не существующие люди, эти фотографии генерирует нейросеть. Есть сайт, вот наверху вы можете его увидеть, название, вы можете зайти на него сами и до посинения нажимать на кнопочку рефреш, обновить, да, и он вам будет каждый раз выдавать нового человека, которого никто никогда в жизни не видел и не увидит, потому что его никогда не существует. То есть эта сеть занимается тем, что генерит изображение лиц людей. Она делает это до посинения, то есть она может делать это вообще до бесконечности. Ну, то есть просто сфотографировать голову человека уже становится не так интересно, почему? Потому что если раньше была техническая особенность, ну не может компьютер сфотографировать, потому что у него нет ручек, да, нет лапки, да, он не может это сфотографировать. А мы можем, значит, соответственно, у нас была такая возможность, у нас было такое преимущество перед этими технологиями, мы взяли, пошли и сфотографировали то, что там друга, подругу и так далее, да, и никто этого не мог сделать. А теперь это может делать компьютер. Он может это делать вообще как хочешь и так и сяк, и как вообще захочется, да, и он может это делать бесконечно. То есть вот эти просто голова человека сфотографировать, это уже становится неактуально. Люди говорят, ну хорошо, ну а там же есть эмоции там всякие, там, да, мы же можем там работать с этим моментом более сложно. Давайте посмотрим, смотрите, что нам еще можно, какие картинки посмотреть. Вот раз, изменяется этот человек, изменяется так, вот он улыбнулся сильно, вот он с бородой, вот он женщина, вот он старик. Это тот же самый человек, только другая программа, тоже нейросеть, которая доступна, кстати, любому владельцу смартфона. Она, видите, что сделала? Она взяла этого несуществующего человека, которого никогда не было, эта персона не существует, и превратила в самые разные виды. Она заставила его улыбнуться, она заставила его превратиться в женщину, превратиться в бородатого мужчину, в седого старца, да, и наоборот, может омолодить старого человека. Это тоже занимаются нейросети, и как видите, они прекрасно справляются с эмоциями, они заставляют очень натурально улыбаться этих людей, могут точно так же заставить натурально заплакать, вот и все, будет то же самое, понимаете, вопрос, как натаскивать эту нейросеть, и на что ее натаскивать. То есть, о чем вообще этот разговор? О том, что компьютер уже делает это прекрасно и без нашего участия, и такой фотографии, если мы снимем живого человека, мы никого удивить не сможем. Ну, то есть, все, это уже поезд ушел, этот этап закончился, и нужно забыть про то, что просто если сфотографирует человека, это будет кому-то интересно. Скорее всего, это не будет интересно, если просто я сфотографирую, сделаю такой, типа, портрет, ну, на улице, там, пошел и щелкнул там свою подругу, например, крупно. Ну, то есть, конечно, это подруге-то будет приятно, да, потому что она может там разместить там аватары в социальных сетях или что-то еще может с этой делать фотографии, но больше никому это не будет интересно, потому что если вы хотите, то вы можете вот таких фотографий увидеть миллиарды, да, то есть, нажимая на кнопку, вам эта программа будет генерить их генерить, пока вы просто не устанете нажимать на кнопку. И точно так же она сможет их улыбнуть, развеселить, повернуть чуть полубоком, состарить, превратить мужчину в женщину и наоборот, и так далее, и там подобное. То есть, речь о том, что просто делать фотографии можно, конечно, но довольно бессмысленно. Нужно делать фотографии сложно, а сложно имеется в виду, помните, эмоции, идеи, смысл, информация. Вот, и вот роботы нам говорят, что вот, к сожалению, да, поцелуйте наш блестящий зад, говорит нам Бендер. Ну ладно, люди говорят, ну хорошо, это был портрет, но, наверное, есть какие-то жанры, которые не подпадают под это. Я вас расстрою, потому что, вот, например, NVIDIA представила довольно давно, это уже новость, не новость, такую программу, которая, ну вот, здесь показано, как она работает, то есть человек рисует при помощи палки-веревки, да, простыми какими-то средствами, рисует разными цветами и говорит, вот этот коричневый – это скала, а этот голубой – это вода, а этот зеленый – это трава. То есть вот рисует разными красками, а программа сама, исходя из этих цветов, превращает это уже в готовую картинку, то есть генерит пейзаж. И у вас получается пейзаж. А вот так вот слева как раз здесь показано то, что нарисовал какой-то пользователь, а справа то, что нам нагенерила нейросеть. Да, там могут быть какие-то не очень удачные моменты, может быть, еще качество не очень высоко, вот этих вот генераций, но вы уже понимаете, что это вопрос времени, да, чтобы получилось хорошее качество, вопрос буквально времени, и сгенерировать любой пейзаж, как вы сейчас представляете, нет никакой сложности, да. Мы уже увидели, что портреты подверглись нападке компьютерных технологий, пейзажи, уверяю вас, что остальные направления точно так же подпадают под это. И вопрос, как тренировать эту нейросеть, что с ней делать, как ее заставлять делать какие-то вещи, да, и на чем ее тренировать. Если вы захотите, например, натренировать ее, чтобы она вам, не знаю, там, генерила фотографии, неизвестные их никогда доселе машины, она будет вам генерировать автомобили, которых никто никогда в жизни не видел. Если вы хотите, там, еду, например, чтобы она вам делала, она будет делать фотографии еды. Причем это будет сочно, красиво, прекрасно, и если вы захотите, не знаю, там, передвинуть гамбургер с места на место, то флаг вам в руки, вы даже не имея этого гамбургера в руках, и не имея его на столе, не имея даже фотоаппарата, сможете делать красивые картинки. то есть наша задача как людей теперь уже ушла из области чисто технической фиксации то что раньше было вот у меня есть фотоаппарат я могу 100 графика больше никто не может если я приехал какое-то место красивое то кроме меня никто да то есть я сделаю и все только смогут увидеть после эту фотографию а до этого никак вот теперь мы понимаем что вот пожалуйста у нас есть технологии которые могут спокойно этот вопрос и без меня решить и без моего фотоаппарата волшебного сделать прекрасную фотографию пейзажа мало того что пейзаж вообще любого какого хотите покрутить повертеть сделать с этим пейзажем что угодно утро день ночь вечер выбрать разные облака и так далее то же самое там с людьми наша задача сделать что-то другое чего пока роботы делать не могут они не могут пока делать идеи мысли пока еще до этого не добрались и не могут делать передавать эмоции так как мы хотим поэтому нам нужно сосредоточиться на этих моментах думаю это доходчиво думаю это понятно на гомер может кричать сколько угодно но увы ах все теперь вот так да теперь мы живем в новой реальности ну естественно встает вопрос ну вот я что-то фотографирую вот у меня есть там запасы какие-то фотографии или вот я буду фотографировать потом естественно разумеется вполне логичный вопрос ну а как выбирать то вот него я что-то снял я еще пока не понимаю хорошо это ли плохо вот как мне понять что это будет реально кадр который зацепит многих людей не будет являться какой-то пустышкой давайте попробуем есть несколько приемов которые позволяют вам выбирать фотографии эти приемы на самом деле можно делать реально ну то есть по-настоящему до физически да то что еще говорить можно делать физически а можно делать умазрительно ну ставить такой мысленный эксперимент и говорить а что будет если я сделаю вот и сейчас я расскажу что нужно делать вот и поэтому делать как хотите если вы это делать будете честно даже в уме там сами собой то это вполне работает даже если будет проделана в уме и так вот вы сделали какую-то фотографию неважно какую какой-то снимок пошли в лес там зимой дастографировали красивые елки солнце выбивается неважно какой-то кадр на самом деле не принципиально нам нужно оценить вау наливал крутой или не крутой будет ли он людям интересен этот кадр или не будет первое упражнение которое вы можете проделать как я уже говорил физически а можете сделать в уме напечатать фотографии распечатать вот на самом деле работает довольно просто это потому что как правило фотографии довольно много ну даже вот там если пошел в лес но там разные виды и так я попробовал и сяк и разные дубли снял и вот так попробовал и отсюда и отсюда ну как бы там всегда разные варианты хочется снять я сделал много фотографий его даже такая простая вещь как вот куда-то это нужно отправить на печать ну то есть либо мне нужно там принтер подключить к своему компьютеру либо мне нужно найти фотолабораторию куда я должен быть загрузить эти фотографии там потом выбрать кучу там разных пунктов на какой бумаге какого размера да там за сколько денег оплатить это все это все тоже целая работа не в этот момент люди говорят нет секундочку вот я съездил загород привез 500 фотографий из одной поездке что я буду все загружать это во-первых сколько будет загружаться во-вторых сколько это будет стоить сет на печать потом вы за этим нужно будет ехать ведь не меня секундочку я все это не буду печатать я буду печатать только вот это это потому что это круто это нет ведь да как раз то самый момент который для нас важен отсеивание хороших кадров от плохих и вот момент начинает мозг работать говорит это мы оставляем это выкидываем это есть отбор да вы можете делать в уме представьте тонну сложности которая будет вас при печати фотографий а может по-настоящему кстати тоже приятно когда держите в руках это конечно другая совершенно история ну вот это первое упражнение которое может пройдет второе упражнение повесьте ту фотографию которая вы считаете хороший или который претендент на хорошие на интересный кадр повесить ее туда где вы будете видеть постоянно ну какой пример вот у кого-то есть такой набор картинок дома где он может там вешать эти фотографии кому-то достаточно просто на магнитик прикрепить эту фотографию к холодильнику дело ваше да и холодильник тоже вполне хорошее место для обозрения фотографии вы можете представить что вы распечатали фотографии повесили ее над изголовьем кровати у себя в спальне в большом размере красиво там распечатали на рамочку такую прицепили да и повесили вы можете представить что фотографии не зато стоит у вас на рабочем столе в рамочке то есть вот есть стол именно столами не компьютерный а вот настоящий стол за которым сидите есть рамочкой в этой рамочке стоит эта фотография вы можете по-настоящему сделать можете представить и вот когда вы представляете вы должны себе честно ответить вот если я буду видеть фотографию каждый день висящую спальне над изголовьем да и буду там каждое утро и каждый вечер и увидеть как минимум до или холодильник каждый раз когда подхожу к холодильнику вижу прикреплены магнитикой фотографии вот если я буду ведь ее регулярно меня не затошнит через некоторое время от вида этой фотографии если вы говорите не нормально я буду рад только видеть она такая классная такая клёвая то этот фильтр тоже фотография проходит но вы помните да что у нас есть печать это первый фильтр второй фильтр повесить на видное место фотографы часто использовали технологии называлась фото сушка такой довольно распространённо раньше был термин это когда печатные фотографии нуды впечатли помнят растворитель проявитель все эти вот них рассорить при проявите закрепитель да все вот эти вот химические реактивы они были мокрые их вешали сушиться эти фотографии на прищепчиках на веревочке и суть заключалась в том что висящие постоянно фотолаборатория эти фотографии перед лицом фотографа не читать мозолить ему глаза и если он находит среди них какой-то плохой фотографии он просто снимал с прищепка выкидываю мусорное ведро вот такой очень распространенный был сейчас раньше прием но сейчас нужно видите проделать какие-то более умозрительные телодвижения то есть в уме до представлять а вот если я буду видеть эту фотографию там допустим каждый день приходя на работу и она там висит у меня над рабочим столом если вы себе ответьте но классная фотография будет замечательная будет здорово не смотреть науки она проходит от фильтр а если вы себе честно отвечаете что не смогу ее смотреть больше одного дня то это значит что фотографии не проходит никакого фильтра она скорее всего не будет никому интересно если уж вам она не интересна еще одно упражнение а еще один фильтр который можно проделать представьте себе что вы пришли в магазин покупатель магазин и там вот эта фотография которую вы сделали продается причем важное условие что продаваться она должна за какую-то адекватную сумму денег ну то есть это не должен один рубль понять что за один рубль но можно купить любые фотографии пусть лежат там пыль собирает и не должно стоить миллион долларов например даже понятно что многих людей их большинства скажем то людей миллиона долларов свободных нет сумма должна быть адекватной она должна быть доступной но вполне ощутимый для вас ну то есть вот я привожу сюда пример для россии это наверное сумма будет в районе 5000 рублей сейчас пока на 5000 рублей можно сходить в кафе там с детьми например этом перекусить можно в макдональдс например да можно что-то еще можно купить на эти деньги игрушек как я как отец да знаю что можно купить можно купить еды но можно потратить на какие-то развлечения да и это такая сумма который в принципе каждый человек может себе позволить потратить взрослые до которые зарабатывать деньги это не будет катастрофы не будет там убийство семейного бюджета но эта сумма довольно ощутимо ее можно что-то на другой потратить вот и на представьте себе что вы например за эти деньги вам предлагается купить фотографию вот должны честно себе ответить купили бы или нет вот да или нет честно вот если вы говорите нет ну наверное нет и за три тысячи как не купил бы и за тысячу и за 500 рублей не взял бы за 200 до может то на фотографии не проходит этот отбор а если вы говорит да я готов и 10 тысяч заплатить потому что она такая клёвая повешаю себе над кроватью тогда это проходит отбор но такой тоже опять же упражнением на все которые здесь провожу они не являются идеальными они не являются универсальными не являются такими прям обязательными критериями но это очень хороший повод понять хорошие фотографии или нет следующее упражнение на тоже можно умозрительно делать потому что скорее всего умозрительные получится да представьте себе что вашу фотографию кто-то украл если вы можете себе представить что кто-то украл вашу фотографию ну не знаю там разместил там в паблике в каком-то да или там а цитирует вашу фотографию или вы видите что фотографию кто-то ваш там сайта стащил добавил туда глубокомысленных подписей из паула каэль и размещает тип как демотиватор и или где-то в сети она гуляет от фотографии все перепощивают она стала вирусные да и она стала интереснее всем ну или какие-то тематические подборки там не за там любители пейзажей ваш фотографии постоянно там цитирует показывать даже не знаю вашего имени даже не спрося вашего разрешения вот она куда-то там пошла по интернету и гуляет если вы можете себе такое представить что с вашей фотографии происходит узнаю фотография тоже хорошая она тоже проходит это сито проходит этот отбор потому что если вы даже в страшном сне не можете представить что вашу фотографию кто-то возьмет себе даже никому она не нужна да и такая фотография в котором ничто не интересно на это понятно дело что это графе не проходит никакой отбор потому что она даже вы можете понимать что никого не заинтересует А если вы себе легко можете представить, ну, значит, да, окей, проходит и этот пункт тоже. Пятый фильтр, он довольно прикольный, представьте себе, что у вас есть некая компания друзей, с которой вы собираетесь довольно регулярно, ну, допустим, раз в неделю, да, собираетесь вместе, реально, виртуально, это не важно, как вы собираетесь, и каждый рассказывает про те события, которые прошли за неделю, наиболее интересные для него. Ну, кто-то говорит, а вот у меня на работе, там, не знаю, там, шеф накричал, а я был не виноват, произошло какое-то недоразумение, да, вот я рассерженный, пришел домой, расстроенный, там, вот так далее, да. Другой кто-то рассказывает, ой, представьте себе, я встретил старого друга, мы так здорово пообщались, поболтались, ходили в кафе, там, попили, там, чаю, ну, и так далее, да, как это событие. Вот, и тут доходит очередь до вас, вы такие, опа, а я видела елки в лесу, и все такие, что, что, какие елки, вы что? Ну, елки в лесу, и все спрашивают, ну, что-то, наверное, с этими елками произошло, может быть, какой-то трактор приехал, повалил их, да, может быть, там, из-за елок злые волки выглянули, или, может быть, там, так красивый снежок падал, искрился, что просто смотрелось, как волшебная сказка, не, а просто елки. Понятное дело, что вот если вот так вот описывать фотографию, да, вот, если про нее ничего нельзя сказать, такого, чтобы она выглядела сама, даже описание фотографии волшебно, то этот фильтр, конечно, не проходит, ну, то есть вы должны понимать, что даже словами описанная фотография должна быть интересной. Если на ней изображен, не знаю, просто стоит человек и улыбается в камеру. Будет ли это интересно многим людям? Да нет, не будет, потому что вы знаете, да, что у нас в спину нам дышат вот эти роботы-бендеры и прочие разные проклятые железяки, и вот они нам кожаным мешкам, они, значит, вот дышат спину и говорят о том, что все, погодите, просто фотографии человека уже мы можем делать сами без вашего на то ведома, и поэтому вы должны делать что-то более интересное, делать что-то более технически продвинутое, делать более сложное, более, это сложилось практически невозможно, а вот сделать более интересное в творческом плане можно, и должны уже отталкиваться от того, что этот рубеж уже пал, просто изображение человека неинтересное, значит, что-то должно быть еще. Вот, и если в описании этого нет, ну, и в остальном тоже не будет. Вот такая вот история с отбором. Помните, что самый главный инструмент фотографии – это мусорное ведро. Если туда отправляется ваша фотография, ничего страшного в этом нет, это нормально, и все фотографы выбрасывают мусорное ведро своей фотографии. Это обычное явление, вот, и вы должны с ним подружиться, с этим мусорным ведром, чтобы с ним хорошо работать. Ну, то есть, в том плане, что если вы пришли домой, и с фотосессией ничего не оказалось интересного, ну, то есть, вот, не получилось сделать какие-то кадры, это не страшно, это нормально. В этом нет ничего ужасного. Ужасно будет, если вы будете плохую фотографию, которая не проходит вот эти фильтры, про которые мы говорили, показывать всем остальным. Вот это будет, конечно, плохо, да, потому что демонстрация фотографии неинтересной, делает вас скучным, к сожалению, автором, и люди говорят, ну, я не буду смотреть этот автор работ, не буду его разглядывать. Ну, разумеется, стоит вопрос, а как же научиться видеть эти кадры, ну, то есть, как сделать так, чтобы эти кадры были видны, то есть, вот, я, ну, понял, все, окей, хорошо, осознал, что фотографии должны быть интересны, осознал, каким образом их можно отобрать, ну, а теперь, как мне их сделать? Давайте поговорим, какие есть приемы, которые позволят вам научиться видеть кадры. У фотографов, по сути, есть две задачи. Первая задача – это суметь увидеть что-то интересное, а вторая – это смоешь донести. Если смоешь донести, это более техническая часть, ну, из серии, там, какой выбрать объектив, какой там настройки фотоаппарата применить, да, там, какие еще что-то сделать, технические моменты, да, и как это донести до зрителя, это все довольно технологически и продуманно, и понятно, не так интересно. А вот суметь увидеть – это более интересно, потому что это тема, про которую мало кто говорит. То есть, много кто рассказывает про ISO диафрагму, выдержку, и вы можете много где-то прочитать, и в том числе и я вам могу это рассказать, но на других курсах. Вот, обязательно про все это расскажу, но вот про суметь увидеть про это говорят меньше. Вот поэтому мы сейчас поговорим, потому что это более важная, более ценная, естественная информация. То есть, сделать технически классный кадр несложно, а вот сделать интересный кадр уже сложнее. Что же нам тут может помочь? Нет, феи, к сожалению, нам тут не помогут. И волшебство тоже, к сожалению, не поможет. Хотя, конечно, было бы здорово, чтобы мы могли видеть прекрасные кадры. Нет, придется поработать. Первое, что мы будем делать – это будем развивать умение видеть. Оно тоже развивается, как и все наши навыки. Они поддаются тренировке. На этом пути самое, конечно, лучшее – это стимуляция фантазии. Почему это нужно? Потому что, ну вот мы знаем, что… Мы не знаем вообще, как немножко по-другому, да? Мы не знаем, как устроен наш мозг. Он для нас загадочно устроен. Для ученых тоже, хотя они очень многое уже узнали про работу нашего мозга. Но разум пока еще остается таким закрытым черным ящиком во многом. Но мы точно знаем, что наш мозг работает как великий комбинатор. То есть он не может придумать ничего нового, он только рекомбинирует из старого. Ну это, кажется, поначалу непонятная фраза, но на самом деле все довольно понятно. Вот как вот, если говорить про представленную здесь аналогию из кубиков Лего, собери монстрика, которого ты никогда не видел в жизни. Или никто никогда не видел. Да, может собрать человек монстрика, но этот монстрик будет состоять из кубиков, которые давно существуют и давно были. То же самое и с мозгом, да? Придумывание что-то нового, чего-то нового – это рекомбинация каких-то отдельных частей того, что у нас в голове было. Тот же самый монстр, которого рисует художник, да, он рисует его по воспоминаниям о вот страшные крокодилы, о вот страшные там насекомые, а вот если голову гадюки приделать, то это тоже будет страшно. Ну вот такие вот, да, комбинации. И будет тогда страшный монстр, который будет всех пугать. Или вот как вот, хотите, по более доброй аналогии, да, будет лего, который в результате из знакомых кубиков получится незнакомая фигура. И вот эти кубики у вас должны быть в голове. Чтобы получить интересный результат, нужно, чтобы в голове были эти кубики. Они должны там откуда-то взяться. То есть их нужно, да, эти кубики засыпать, да, лего. Что позволит это? Походы в кино, в театр, да, любые вот эти вещи, которые стимулируют вашу фантазию, стимулируют ваши зрительные все эти образы, восприятия, вы видите, да, и все это можете тоже использовать как пищу, как элементы, которые потом ваш мозг разберет на составные детали и соберет потом уже во что-то новое, во что-то интересное, во что-то доселе не видное. Чтение книг и художественной литературы, да, потому что там тоже очень много информации, которая позволяет нам потом эти кубики собирать по-разному. Ну и любые игры, которые стимулируют фантазию. То есть любые ассоциативные игры тоже очень хорошо помогают. А вот это облако похоже на лошадку, а это лужа похожа на бегемота. Если вы себе это будете развивать, то это будет хорошо работать. Очень сильно помогает изучение искусства. Изучение искусства – это походы в музеи, выставки, всякие разные биеннали, мастер-классы, лекции и так далее. Это все очень сильно помогает. Чтение книг по художественным моментам, да, чтение книг по истории искусства, выслушивание лекций на эту тему – все тоже очень сильно помогает. И тут такой вопрос – зачем? Зачем? Ну понятно, что все это нужно изучать, историю искусства, но зачем очень многих людей? Я сам сделаю не хуже. Ну давайте разберемся, зачем. Смотрите, представьте себе, что у вас где-то вот в том месте, где вы живете, есть стена, это, кстати, у многих такое есть, и стена расписанная граффити. И там написал кто-то какие-то буквы, написал какое-то слово, нарисовал, да, и что у нас будет происходить, если мимо пробегает собака? Собака увидит, что на стене сохнет краска. Ну, то есть она понимает там по запаху, да, что там сохнет краска, но больше ничего она не увидит. Ну, то есть для нее будет непонятно, что там нарисовано, она даже, может быть, цветов там толком не различит, но увидит, что вот, ну, некая краска сохнет. Если мимо проедет малыш на коляске, что он увидит? Что на стене нарисованы какие-то яркие каляки-маляки. Ну, что такое яркое нарисовано? Опять же, он не будет понимать, что там нарисовано. Если пройдет младшеклассник какой-нибудь там, да, из начальных классов школы, что он, он видит, что там буквы. То есть эти вот яркая краска, которая нанесена на стену, которая сохнет, да, она складывается не просто в каляки-маляки, а в некие буквы. Но читать он еще не умеет, и поэтому буквы у него не складываются в какое-то понятное слово. Проходит мимо, допустим, уже из средних классов ученик, он видит, что буквы, да, яркая краска складывается в буквы, буквы он складывает в слова, но он не понимает, что это за слово. То есть у него в его арсенале нет этого слова, он, ну, классно, прикольно, я что-то прочитал. То есть я могу сложить все эти буквы вместе, но он не понимает, что это значит, да, какое-то слово странное, да. А что будет, если человек, который уже обладает всеми знаниями, что он будет? Он проходит мимо, он видит стена, на ней сохнет краска, эта краска образует яркие буквы, эти буквы складываются в слово, и смысл этого слова понятен. Мало того, что понятен смысл этого слова, еще и понятен контекст. Кто это сказал, на что это намекает, к чему это обращается, может быть, слово искаженное, но оно будет понятно всем, да, огромный пласт информации, который будет виден этому человеку, и вот в этот момент он получит самое большое удовольствие, он получит самый большой фидбэк от разглядывания этой надписи, потому что он все поймет. То есть для него это будет ясно, да. И то же самое с искусством, то же самое с творчеством. Если вы хотите, чтобы ваше творчество и вообще любое творчество приносило вам как можно больше удовольствия, вам нужно больше его изучать. И тогда будет понятно, откуда взялся черный квадрат и не будете говорить о том, что там многие люди говорят, что это не произведение искусства, а какая-то мазня. Вы поймете, что это великое произведение. И тогда будет понятно многие другие вещи, и даже фотографии, которые раньше казались обычными, могут заиграть новыми красками, потому что вы у них увидите отсылки. Отсылки, вы увидите намеки, вы увидите какие-то связи, это будет гораздо более интересная информация и будет намного более интересно делать самому потом фотографию. Это как раз если говорить про то, как это работает. Это устроено, именно построено на увеличении количества знаний. Чем больше знаешь, тем более классно работать с искусством. Дальше что? Развитие насмотренности. Это умение видеть прокачивать. Развитие насмотренности. Это, опять же, тоже походы в музей выставки Биеннале. Но только уже с целью посмотреть. На все выставки надо ходить, если есть возможность. на все мероприятия тоже нужно стараться ходить потому что даже если вы не любите какого-то автора или не любите какое-то направление просмотр этих работ все равно развивает вашу насмотренность то есть вы видите референсы которым обращаются там современные фотографы там современ и которым он обращался тот художник который делал работы вы видите больше информации вас больше есть визуального контента который вы можете переваривать и ваш мозг помните потом это разбирает на отдельные кубики-квадратики и собирают потом в новое что-то интересное для всех остальных если не можете ходить музеи на такое бывает да не везде есть музей во первых в должном количестве во вторых не всегда можно ходить можно устроить такую штуку как онлайн просмотр до вас есть куча ресурсов flicker pinterest девиант арт life journal кстати далеко не мертвый magnum photos и многие другие сайты где публикуются фотографии может туда пойти подписываться и регулярно посещать эти ресурсы находить интересных авторов подписываться на них смотреть что они выкладывают да и интересоваться что у них получается то есть вариантов очень много куда можно пойти это все тоже работает на развитие насмотренности смотрите 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 видите как другие люди делают смотрите какие идеи они предлагают какие мысли продвигает и вас потом уже ваш мозг вырабатывать что-то свое очень хороший тоже такой прием это прокачивает ваши навыки умение видеть это поиск и анализ фотографий по описанию сейчас очень много есть поисковиков которые прекрасно подбирают вам картинки по описанию то есть вы пишете ну там яндекс картинки да или спорить google images заходите туда и пишите портрет девушка эмоции и вам выпадают куча разных фотографий не все из них будут хорошие к сожалению помню да у нас есть сито через который мы можем пропустить многие из этих фотографий легко сгенерит нейронная сеть и не сильно будет напрягаться при этом вот но тем не менее вы можете посмотреть и вы можете как раз вооружившись тем знанием про который я уже говорил чуть раньше отобрать среди того что показывает вам поисковик наиболее интересные фотографии их просмотреть да как делают люди вот например интересные фотографии с эмоциями так что они делают на что они нацелены какие эмоции преобладают как они это реализуют что они делают со светом что они делают с позы как они работают с моделью и так далее там подобно очень хороший навык который тоже помогает вам развить умение видеть это создание скриншотов скриншот это когда вы нажимаете кнопочку скриншот на своем компьютере в момент проигрывания видео ставите любой фильм в идеале какой голливудский блокбастер можете кстати наши фильмы стать кому что больше нравится как правило хороший фильм это высокий уровень да там очень хорошая работа как правило операторов если говорить про блокбастер и там практически на всех хорошие работы операторов если говорить там про наши фильм нужно же внимательно выбирать конечно с каким работать а дальше смотрите фильм и в нужный момент когда вам кажется интересный кадр нажимаете на кнопочку создать каско снимок экрана а print screen это очень хороший инструмент который позволяет вам натренировать умение видеть нужный момент то есть вы нажимаете в тот момент когда он кажется интересный кадр до не вы сделали свет не вы подобрали позади вы подобрали актера не вы выстрел и ракурс но вы нажали в нужный момент чтобы получить интересный кадр тоже очень сильно развивает ваши умения нажимать на кнопку в нужный момент да это тоже очень сильно поддается тренировке сейчас очень популярны стали скриншоты из игр прям очень многие да потому что игры стали современно очень мощные миры там порой очень красивые яркие и уже сильно проработаны вот и поэтому плюс большая свобода можно двигаться и туда и сюда ходить да там большие пространства большие количество интересных моментов которые в этих играх есть вы можете делать так называемые скриншоты из игры это называется внутриигровая фотография тоже очень популярная вещь да и даже есть выставки которые устраиваются по этому направлению когда делает скриншоты из каких-то игр и показывает потом вот как что они какой момент поймали какой ракурс наиболее удачный да да какой там свет лег это уже направление тоже становится на популяр тоже можете с этим делом поработать внутриигровая фотография тоже очень сильно проразвивает ваше умение видеть не выходя из дома вы можете прокачать свой навык фотограф еще упражнение которое можно делать это упражнение с кадрированием упражнение с кадрированием довольно просто берете любую фотографию ну вот я взял на при фотографии джули блэкман потому что здесь очень много визуальных центров которые можно на выделять и берете выделяете эти фотографии вот центр вырезаете отдельно вот и что здесь можно вот этот кадр вот этот кадр можно сделать отдельно вот еще фотографии вот еще фотографии то есть все остальное убрать оставить только вот этот элемент и вы можете в одном этом снимке найти сразу кучу разных фотографий прям включенных в одну в один кадр то есть один кадр можно разрезать на много составляющих и увидеть что в одной в одном в одном снимке вас много других фотографий заключено но если вы там смущает вас допустим джули блэкман можно взять первый попавшийся ну при вот эта график каких-то непонятные рабочие скорее рекламный кадр рабочие с коробками с каким-то стоят на переезд типа эту фотографию тоже можно нарезать на много разных других фотографий которые будут немножко отличаться вот раз фотография 2 фотографии 3 отдельно там крупно общее вместе вдвоем по одному вот вас еще тоже много вариантов фотографий который можно выкадывать из этого из этого снимка я уверен что можно еще найти решение то есть это еще не окончательный вариант можно еще и другие решения найти вы которые если вы будете делать и довольно регулярно будете делать постоянно то ваше умение строить кадр что включить кадра что попадет что не попадет будет очень сильно прокачиваться и вы будете становиться тем человеком который сразу видит что нужно включить кадра что не нужно делать кадр фотографии и кадры которые потом можно кадрировать по-разному то есть вырезать из них то что вам нравится можно находить том же самом поисковике то упражнение которое говорил раньше вбиваете за кадр из фильма или там вбиваете там репортажная фотография вам выпадает куча интересных кадров которые вы можете нарезать по-своему вы их сохраняет себе на жесткий диск запускаете программу которая позволяет вам кадрировать может быть photoshop это может быть lightroom это может быть любая другая программа начинаете вырезать из этих фотографий на отдельные маленькие кусочки которые вам кажется тоже интересны могли бы быть самоцельными снимками самоцельными фотографий очень легко это делается на смартфоне потому что crop очень хорошо реализован на смартфонах очень удобная функция на многих поэтому вы можете например сохранить себе там из того же самого там поисковика 20 фотографий и забросить их в отдельную папочку и потом когда едете на работу или с работы у вас есть там 15 минут свободного времени аккуратненько покадрировали вырезали до убрали то что не нужно оставили то что нужно то есть в какой-то новый сюжет родился из общей фотографии это может делать там на ходу и если будете делать регулярно это будет хорошо работать очень хороший инструмент который тоже прокачивает умение видеть это создание тематических подборок создание тематических подборок это когда вы себе на рабочем столе заводите папку причем сами называют эту папку как вы хотите ну например то я предлагаю вам я вот как их качестве примера предлагаю корабли и лодки в пейзаже пейзажист очень любят включать свои кадры лодки и корабли ну так вот почему повелось да и вот можем видеть что много таких фотографий есть где лодочки присутствуют в пейзаже многим это нравится вот соответственно допустим меня тоже эта тема привлекает и я себе на рабочем столе создаю такую папочку который называю лодки и корабли в пейзаже и важно мне такую процедуру проделать есть я должен каждый день ну желательно каждый день выделить себе там полчаса на то что пополнять эту папку то есть смотреть тех авторов которые мне кажется интересным помните нас куча ресурсов где это можно смотреть эту фотографию который мне нравится просто сохраняет себе в эту папочку если она меня цепляет эту папочку собираю причем папочек таких может быть много она может быть не обязательно только одна то есть лучшие закаты лодки и корабли в пейзаже портреты там обнаженная натура красивые собачки прекрасные автомобили что угодно то есть между фотографии не просто сами автомобили красивые фотографии автомобили этих папок может быть очень много вы их пополнять садитесь утром пьете кофе например на утром перед уходом на работу нужно всем сказать что вас никто не беспокоил и вот у вас есть время на вот эту вот тренировку свою да и вы эту папочку пополнять 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 и бывает так что в какой-то определенный момент вы понимаете что это папочка вам больше не интересно ну то есть вы туда наполняли вам казалось что это классная тема но вы не находите интересных сюжетов и вообще эта тема стала не очень интересно вам показалось сначала это будет здорово но это оказалось не здорово может быть в эту папочку удаляете заводите новую дали переименовывать говорит что это теперь будет другая папка это будет другое содержание это очень важно потому что не нужно себя мучить не нужно там заставлять в ту папку которая уже неинтересно то складывать нет вы должны делать то что вам интересно это что вас привлекает да и поэтому папки должны называться и формироваться по вашим предпочтениям по вашим интересам вот и собирать туда все эти фотографии это будет очень хорошо работать вас на как раз поиск интересных сюжет ну опять же где фотографии брать поисковые системы подписки пар который я говорил там про интересных авторов до поиск где-то в интернете находите сайты и так далее то есть место где найти интерес фотографии очень много и вот оттуда вы берете себе собираете важно чтобы это было не просто подборка фотографии то есть не просто их собираете в эти папочки на важно их потом еще и отбирать так называемый хит-парад гид парад это когда вот вот каждой неделе вы садились там по 40 минут каждый день там вас было время до выделили себе временно развитие свое умение видеть сюжеты и вы выбирали каждый день туда в эти папочки фотографии там накопилось сколько фотографий потом вы говорите а теперь я выберу топ-10 самых лучших фотографий и дальше уже решите например там из каждой папки топ-10 или из всех папок только топ-10 выберу это уже ваше решение как вы хотите главное чтобы оно было непреклонным то есть если один раз его приняли дальше уже следующий месяц вы должны его придерживаться и число тоже не обязательно топ-10 это может быть там топ-5 топ-3 топ-20 это в зависимости от того сколько вы фотографий выкачиваете сохранять себе в эти папки насколько у вас интенсивно идет отбор если много то можно сделать там топ-20 если мало там топ-3 можете сделать но очень важное условие что если вы сказали себе топ-3 буду выбирать три лучшие фотографии из каждой папки каждую неделю то вы должны этому придерживаться долгой вред но в течение года у вас должна быть эта неизменная цифра и вот каждую неделю воскресенье садитесь берете уже может быть не чая что-то другое там например кофе да ты выбираете из каждой папки три самых лучших фотографий если не хватает вы идете ищите то что не хватает если там избыток сидите выбираете из того что есть три самых лучших фотографий в конце месяца у вас будет подведение итогов месяц выбираете топ-3 фотографии из тех фотографий которые вы отобрали каждую неделю то есть каждую неделю у нас по три фотографии отбирались лучше это было 12 получается фотографий из 12 фотографий нужно выбрать топ-3 фотографии в качестве финиша месяца то есть подведение итогов месяца в конце года садитесь 31 декабря дали там 30 декабря с мискочкой оливье выбираете из тех там топ сколько у нас будет получаться до 26 фотографии 26 фотографий выбирать топ-3 ну например так ну примерно так это все должно выглядеть на с математикой может быть там ошибся но суть понятно что вообще это дает первое что дает вам эти папочки это умение формулировать тему то есть вы будете формулировать ту тему которая вам интересна да то есть это очень важный момент потому что многие люди вообще не понимают что они будут фотографировать что хотят фотографии что ты хочешь фотографии ну такой ну типа пейзажи наверное там семью хочу свою поснимать там путешествие человек не понимаешь что он потому что путешествие это вообще понятие разное то есть кто-то с путешествием подразумевает красоты и виды которые он там посетил а кто-то под путешествием понимает жизнь людей которые там живут в этом месте жанровой фотографии пейзажный жанр фотографии вообще разные вещи поэтому вот это отборы которые еще вы никуда поехали еще не тратите свое время да вот на во время поездки на осмысление что же вы хотите снимать уже дома заранее понимаете что вам нужно его натренировались нашли сюжеты понимаете какие сюжеты вам интересно сформулировать им это очень важная тема второе это возможность увидеть разную реализацию ну то есть люди по-разному фотографируют по-разному снимают те сюжеты которые вам нравятся и вы можете мотать на ус что они делают и как вам потом это делать то вы тоже можете придумать да и подсказки для себя собираете вместе и получаете возможность потом реализовать то что вам нравится то есть вот эти направления то что вам нравится лиза это как вам хочется сделать уже максимально выгодно для вас то есть получить максимально отдачу подсказки этот если говорить про хит-парады еще одно упражнение которое тоже очень хорошо работает подбор парных снимков или подбор парных фотографий то есть вас есть допустим какие-то фотографии вот тоже помните хит-парад составляли вот в этой папочке лежат какие-то фотографии их этим фотографиям может находить парную фотографию за залезли в интернет и нашли пару например здесь по принципу визуального сходства на вот фотографии составляется пара вот видите тут облако там облака тут у нас гора тут у нас и там гора тут цветочки там цветочки разные люди снимали но в разное время но одно и то же место судя по всему вот мы сняли по-разному тоже разные реализации а тут уже более сложная ассоциация да то есть чудеса природы чудеса природы на уже пошла более сложная парность то есть парность не обязательно должна быть лобовой некий такой постапокалиптический пейзаж и опять постапокалиптический пейзаж такой странный да ну такие вот пары но здесь видите пары по сюжету потому что происходит вращение земли вращение земли варианты парности могут быть самые разные как я уже говорю по визуальному сходству то есть картинки друг на другу похожи они могут не обязательно содержать одно и то же просто визуально похоже чем-то что-то одно на другой сильно напоминает копирование цитирование то есть в одной фотографии цитируется что-то из другой фотографии кто-то попытался сделать копию этой фотографии. Сюжетные варианты, ну это когда у вас, допустим, в одном кадре добро, а в другом зло, например. В одном кадре вопрос, а в другом кадре ответ. Как бы вы могли бы ответить на этот вопрос? Такие вот сюжетные варианты. Ну и может быть там разная точка зрения на одно и то же событие. Ну то есть мужчины думают так, а женщины так, начальники думают так, а рабочие думают так. Такие варианты фотографии тоже могут быть парными. И вот мы эти пары подбираем, это тоже ваша тренировка, умение видеть интересный сюжет. Но если вы хотите, конечно, делать интересные кадры, если вы хотите, чтобы роботы вас не догнали, если вы хотите, чтобы ваши фотографии были интересны людям, и никто не сказал бы, зевая, ну это я уже видел сто тысяч раз, зачем мне смотреть на это еще раз. Тогда вы должны это проделывать регулярно. Помимо этих упражнений, которые вы можете делать дома, не сходя, в общем, с места, есть еще практические упражнения, где уже, конечно, нужно оторвать пятую точку от кресла и пойти куда-то что-то снимать. Сейчас мы про них тоже поговорим. Очень важное условие этих практических упражнений вы должны выкладывать в открытый доступ то, что делаете. То есть нельзя делать это себе, складывая на смартфоне или делая на своем фотоаппарате, никому не показывая, это не будет так и работать. Важно именно, не знаю, завести страничку в Инстаграме какую-то, которая, например, ну не обязательно афиширует, что это вы. Вы можете инкогнито создать еще одну страничку, тем больше сейчас Инстаграм поддерживает возможность до пяти аккаунтов содержать у себя. И завели страничку, никому не говорите, что, допустим, это вы. И туда складываете результат ваших трудов. Ну не страничку в Инстаграме, хорошо, не хотите с ним связываться, заведите себе папку там, или там отдельный раздел в Фейсбуке. Заведите, в конце концов, себе анонимный какой-то канал, куда вы будете выкладывать. Но очень важное условие, чтобы эти фотографии были в свободном доступе. Это психологический момент, потому что, ну вот по примеру, по аналогии, вот, например, если мы поем в душе, а многие люди поют в душе, я знаю, не скрывайте, я тоже иногда пою в душе, все поют в душе практически. Кто не поет, тот может попробовать, это прикольно. Вот. И когда вы поете в душе, когда вы поете в караоке, вы вроде и там, и там поете для себя. Ну и там, и там, в принципе, получается, ну такой для, ну по кайфу, да, просто делать, просто потому что нравится. Но, когда вы поете в караоке, люди, как правило, стараются сильнее. Ну, пока, конечно, не выпьют, но стараются сильнее во многих случаях. И стараются делать лучше, почему? Потому что вот то ощущение, что внезапно кто-то может зайти и послушать, или там бармен, которому, конечно, неинтересно вообще слушать, что там люди поют, и вообще он это не будет слушать, у него уже все это надоело все это слушать. Но тем не менее, вот он здесь стоит, и у вас есть ощущение, что он услышит. И тогда человек старается сильнее, чем когда нет такого ощущения. Поэтому фотографии, которые вы делаете, вы должны обязательно выкладывать в свободный доступ. То есть вот папочка, пускай даже никто не знает, что это вы, но вы знаете, что в любой момент любой человек может зайти на эту страничку и увидеть эти фотографии и сказать, да ёшка, что это такое-то, возмутиться, да, или сказать, вау, как классно, да, вот это вот как раз должно быть. Вы должны чувствовать, что это будет видно другим людям. А говорить, что это вы, не обязательно. Это психологический момент. Ну и что можно делать? Зарисовки. Зарисовки, ну, например, очень простое упражнение, которое помогает видеть цвет. Каждый день один цвет. Это имеется в виду, что вы себе пишете расписание. Понедельник, красный, вторник, зелёный, там, среда, синий. Вот радугу всю так расписываете, например, да, и вот в один день снимаете только, допустим, красный цвет. И всё, больше никаких не снимаете. Что имеется в виду, что на фотографии будут ещё другие элементы цветов, то есть там что-то, может быть, зелёное будет, что-то синее попадать, какие-то ещё. Но в основном они будут, во-первых, мало места занимать, а во-вторых, они будут мало заметны. То есть будет видно только красный. Ну, ну, пришли. О, красный огнетушитель на белой стене. Хоп, сфотографировали. Ну, да, в огнетушителе на этикетке там ещё жёлтые буквы есть. Это не страшно, пускай это вас не пугает. Или вот, о, чёрная машина, у неё сзади красная фара. Хоп, сфотографировали крупно, да, красную фару. Да, в чёрном будет отражаться голубое небо, это не страшно. Главное, что вот нет других цветов, таких ярко выражено. И вот вы должны себе поставить план какой-то, допустим, 10 фотографий я делаю в день. 10 красного, 10 зелёного, 10 синего. И каждый день у вас есть с собой смартфон, для этого необязательно большой фотоаппарат таскать. Ну, можете и камеру, если хотите с ней подружиться и лучше понять её настройки, можете и фотоаппарат брать. Ну, можно и смартфон. И вот снимаете вот обязательные условия, что вы должны выполнить этот план. Не выполнили, пошли быстренько там по району побегали, поснимали, нашли. Каждый день один цвет. Точно так же можно сделать каждый день один сюжет. То есть себе расписывайте, сегодня я снимаю силуэты, завтра я снимаю тени, послезавтра я снимаю там сюжет какой-нибудь ещё, не знаю, там улыбающихся людей. Послезавтра ещё что-то. Вы себе расписывайте, что вам нравится, что вам интересно. А когда вы будете проделать предыдущие работы, вы будете понимать, что вам уже интересно, уже смутно будет вырисовываться, очертания того, что вам больше нравится. И каждый день ставьте перед собой задачу вот такую, сделать хотя бы там 10 кадров того, что вам нравится. То, что вам близко, то, что вам интересно, и каждый день снимать этот сюжет. Условия, при которых достигается максимальный эффект от этих упражнений Нужно делать обязательно одинаковое число работ денег Я про это говорил, то есть не должно быть так, что Сегодня я сниму 5, завтра, ну ладно, наверстаю Сниму завтрашнюю норму 10, плюс 5 сегодняшних Так не работает, потому что со временем выясняется, что завтра только 8 успели Долг растет перед собой Это приводит к тому, что через некоторое время человек говорит Да ну я нафиг не буду я это снимать, ничего, не буду это делать Ну тем самым вы, в общем, кому сделаете плохо, да, себе Ваше умение, ваш навык увидеть интересный сюжет и будет страдать Он не будет прокачиваться, потому что все навыки тренируются Все наши умения должны быть натренированы Если вы хотите, чтобы это работало идеально Как у профессионалов это работает Большая практика, много работы, много понимания того, что они делают Это приводит к тому, что да, они видят интересный сюжет А мы удивляемся, а как они могут при помощи какого-то такого же смартфона Такой же, как у нас, делать такие интересные кадры А как они? Это просто вот эти вот моменты, про которые я говорил, да, про каченность А умение видеть интересные сюжеты То есть одинаковое число работ в день Второе, важна регулярность То есть каждый день не нужно пропускать То есть сегодня я сниму, завтра не сниму, это не должно быть И зарисовок должно быть, ну, желательно, да, чтобы было много То есть разных, да, в разном направлении нужно делать Тогда будет у вас, получается, мозг будет не одну какую-то информацию переварить А много разных, это будет хорошо Очень хорошая подспорья это съемка натюрмортов Съемка натюрмортов, чем хорошо? Тем, что натюрморт у нас всегда под рукой То есть все, что нам нужно для съемки, у нас все как обычно под рукой Опять же, можно делать при помощи смартфона Он прекрасно позволяет нам снимать натюрморты И все знают, и блогеры об этом знают прекрасно осведомлены И у них неплохо получается как раз фотографировать еду, да и так далее То, что их окружает Вот вы тоже можете находить какие-то интересные сюжеты, которые вас окружают Предметы есть у всех, разные, да, и вы можете складывать их тоже не выходя там с рабочего места, да, даже Не уходя из комнаты, да, вы можете сделать интересные сюжеты И самые разные натюрморты могут быть там лайфстайл, может быть там ностальгические натюрморты Про которые я уже говорил, да, очень мощная эмоция и ностальгия Они могут быть, скорее, живописные, похожи на живописные полотна Они могут быть цветочные, если у вас есть цветы, вы можете их фотографировать, а летом это бывает часто, вы можете их снимать, да, тоже, пожалуйста, вариантов очень много, могут быть ассоциативные, которые навевают какую-то ассоциацию, то есть вариантов очень много, вы, если будете делать это регулярно, это ваше умение работать с кадром, находить интересные сюжеты, ну, плюс этого, работать со светом, с композицией, про что еще мы обязательно с вами будем говорить на этом курсе, это все будет прокачиваться, и вы будете получать новые-новые результаты. Это символические натюрморты могут быть, самые разные, то есть вариантов натюрмортов есть огромное количество, и поэтому их можно делать, не выходя из комнаты, да, то есть это всегда можно делать очень легко, и оборудование для этого серьезное не нужно, во многих случаях можно обойтись простым смартфоном, да, и светом из окна, и этого достаточно, чтобы получить хороший натюрморт, ну, вот и есть более такие абстрактные, какие-то другие. Чем хороши, как я уже говорил, это очень демократичный жанр, ну, то есть он доступен каждому человеку, то есть потому что предметы есть у всех, то есть снимать можно при помощи обычной, там, не знаю, там, вот смартфона, там, дешевой камеры, там, света от фонарика и так далее, там, подобное. Есть очень много разных вариантов, то есть для натюрмортов очень хорошо то, что есть много чего, вы можете снимать вообще все, что угодно, да, и еще один момент, который тоже немаловажен, этот жанр может приносить доход, то есть эти фотографии, в принципе, если они будут хорошего, надлежащего качества, если они будут интересны, ты их можно даже продавать. Опять же, не могу сказать, что сейчас у нас задача такая, нацелиться на монетизацию, но кто не задумывался о том, какие дорогие фотоаппараты, как их можно окупить, да, вот один из способов, как их можно окупить, например, вот такой. Очень хорошее упражнение – это съемка так называемых бытовых сюжетов. Ну, вот, мы делаем обычно какие-то вещи, которые каждый день, там, каждодневные какие-то манипуляции, мы про них, кстати, даже не задумываемся порой, но, тем не менее, они нас окружают, мы их регулярно делаем, ну, приготовление еды, например, да, это бытовой сюжет, там, делание уроков с ребенком, да, там, поход в магазин, это бытовой сюжет, да, есть много бытовых сюжетов, которые вы можете снимать. Опять же, их бесконечное количество в пределах нашей, конечно, жизненной ситуации, вот, но их довольно много, и их можно выбрать то, что вам больше нравится, и снять репортаж. У репортажа должно быть начало, обязательное условие, то есть, с чего он начинает, задумка, хотим приготовить еду, вот, начинаем резать овощи, да, развитие, как в кино, там, кульминация, то есть, готовиться, и финал, это обязательное условие, то есть, репортаж имеет начало, развитие, финал. С чего начали, что там было наиболее классное на этапе, наиболее интересные какие-то пиковые моменты в процессе, и потом, когда был готов результат, что из этого вышло. Ну, такое, это просто, да, с словами такое объяснение. Что это может начать? Можно выбирать любой действий, то есть, очень много бытовых действий, которые могут быть описаны вот таким вот простым алгоритмом, и могут быть сфотографированы. Не знаю, там, я прихожу домой, раздеваюсь, например, вот, и убираю, там, комнату, например, готовлю еду, занимаюсь с детьми, играю с детьми, укладываю их спать, там, все, все эти действия могут быть как раз сняты, их очень много, и они могут быть довольно интересны. С точки зрения именно фотографий, да, зря вы думаете, что, может быть, это бытовой какой-то сюжет, и что это, может быть, не всем будет людям интересно. Да, возможно, это будет бытовуха, и, может быть, это будет не так интересно, но есть авторы, которые стали, снимая свою семью, стали известны. Например, можно взять ту же самую Салеман, которая снимала свою семью, и у него была изначально, вообще не было задачи, там, стать знаменитым автором, она просто делала летопись своих детей, как они растут, набивают шишки, там, да, и радуются, и грустят, и проходят обычные какие-то моменты, которые встречаются в жизни каждого подростка. Вот, и поэтому тоже можно стать довольно известным человеком, снимая обычные какие-то сюжеты бытовые, если это будет интересно, если это будет показано вкусно, если будет людям это интересно смотреть, то, уверяю вас, у вас будет и аудитория, будет потом уже монетизация и все остальное, и слава, и, возможно, да, и признание. Может быть, конечно, не будет, но, может, и будет, то есть, в том плане, что это все зависит от вас. Вот, и чем хорошо, что можно выбирать действие любое. Помните, что у репортажа должна быть драматургия, то есть, должно быть, там, начало, развитие, кульминация, финал, да, такие моменты. И желательно, чтобы все было в одном стиле, то есть, если вы начинаете фотографировать, то это должно быть примерно похоже на то, что, вот, вы делали, там, первый кадр, допустим, горизонтальный, там, с таким-то светом, с такой цветовой гаммой, второй кадр тоже такой же, третий, четвертый, пятый, такие-то, они должны быть в одной гамме. Завтра вы можете сделать по-другому, то есть, вертикально, черно-белые, контрастные, например, это завтра, но должно быть все равно, серия должна быть выполнена в одном стиле. Вы будете тренировать себе как раз эти умения, не только видеть интересные сюжеты, но еще и стилизации. Вот тоже, кстати, такой неплохой прием, который можно тоже освоить, тоже, кстати, не выходя из дома, разные сюжеты с одной точки. Это вот украинский фотограф Евгений Котенко снимал из окна своего дома на протяжении долгого времени скамейку. И вот что у него получилось, да, вот разные кадры, это я еще не все кадры взял, одна и та же скамейка снята из окна его дома, и на этой скамейке разные люди занимаются разными вещами, да, там, мирятся, ссорятся, встречаются, расстаются, грустит скамейка без никого. И у него получился такой проект, на котором очень много фотографий показывается как раз жизнь этой скамейки. Тоже, кстати, не выходя из дома. Но вы можете снимать и дома, да, там, как растет цветок, да, там, или как растет ваш ребенок, или как еще что-то происходит такое, развивается по времени. Более сложное упражнение – это создание парных снимков. То есть, когда у вас, помните, было упражнение нахождения парных фотографий, то есть у вас была парная фотография, то есть была одна, и к ней вы находили пару в интернете. То есть сейчас нужно, есть одна фотография, а к ней вы делаете пару. Не находите в интернете, а сами берете фотоаппарат и делаете к ней пару. Ну, например, Кейт Шарп вот такой сделал, подборку парных фотографий. То есть есть фотография, допустим, дома, он сделал фотографии леща. Есть фотография бельгийской вафли, он сделал фотографию люка, которая похожа на бельгийскую. Он действовал по принципу визуального подобия. Развязка, которая похожа на листья, и листья растения, которые похожи на развязку. Отражение в автомобиле очень похоже на отражение в луже, ну и так далее и тому подобное. То есть вот он, например, таким способом делал, и вы можете делать точно так же, а можете каким-то другим способом. Помните, да, вариантов парности, их очень много, вы можете делать по-своему. Хорошая подспорья – это повтор чужих работ. То есть повтор чужих фотографий, вы можете тоже их повторять, тоже можете делать самостоятельно. Можно брать любую работу и потом пытаться воспроизводить ее по-своему, эту работу. Не бойтесь, что будет у вас то, что вы делаете, будет у вас фотография похожа на чьи-то другие работы, что вы станете там плагиатчиком, или что это будет не ваш труд, а будет чьи-то труд. Ничего страшного в этом нет, все равно она останется вашим трудом, потому что как только вы начнете делать чужую фотографию, выяснится, что сделать ее точно так же невозможно. У вас нет такой модели, нет такой кухни, нет такого света, у вас немножко все по-другому. И вы начинаете придумывать, как сделать этот сюжет, но только уже в условиях тех, которые есть у вас. Как обыграть в той ситуации, которая есть у вас. Значит, это будет снято немножко по-другому, другие какие-то решения применены. И вот уже как аж из топора, вы уже делаете свой кадр, уже получается своя фотография, которая совершенно, может быть, не похожа на исходную, но она имеет под собой какую-то идею, мысль, которая была изначально заложена другим автором. Ничего страшного, очень многие с этого начинают. Это очень хорошее подспорье. Следующее упражнение – это создание кадров по некому референсу. Референсом может быть что угодно. Это может быть картина, вот как здесь картина Хакусай. А может быть, на самом деле, словесное описание. В книге нашли какое-то описание, ландшафт нашли, словесное описание, какой-то ситуация, какого-то события, какого-то актера описывает словами в книге. Это может быть мультик, это может быть картина, это может быть кадр из какого-то фильма. И вот поэтому референсы, вы ставите свой собственный кадр и делаете фотографию, которая вам будет похожа. Очень интересно по поводу повтора этих работ. Была такая группа, которая сейчас закрылась уже, она называлась «Изоизоляция». «Изоизоляция» в Фейсбуке можете найти, в других, как правило, ресурсах она тоже есть. И там люди делали повтор чужих работ по-своему. То есть вот есть картина Татьяна Яблонская «Утро», например. И вот, например, Юлия Хачедурова, она сделала вот такая как раз «Утро на карантине» назвала. Очень похожая фотография, да, очень близка по сути, да, по духу. Да, она, конечно, не полностью такая же, но очень похожая. И есть очень многие варианты работы очень похожие. Есть, которые выполнены прям очень-очень-очень натуралистично, прям такая получается работа. Есть какие-то с более творческим подходом, есть какие-то прям совпадающие, а есть, которые более как-то сделаны не похожи, но по смыслу имеется какая-то логика повторения. Вот тоже это создание фотографии по референсу. Самое важное в этих упражнениях, которые я описывал, и теоретических, и практических – регулярность. Если вы будете делать это регулярно, если вы будете делать постоянно вот эти упражнения, то есть вы выделите себе время в день заниматься, сколько-то там занятием своего любимого дела заниматься, то вы будете получать потом результат. Будет у вас действительно результат, и будет у вас умение видеть эти кадры. Еще даже не дошли мы до всех настроек, еще не дошли до всего остального, а у вас уже будет хороший взгляд на мир, на события, и вы будете получать интересные результаты. Это важно. То есть если вы этого делать не будете, или делать будете не регулярно, то результат, конечно, будет слабее и хуже. Ну и тут такой вопрос, а как же вот качество? Мы говорили про качество фотографий, мы говорили про то, что важно, чтобы они были качественные. Ну давайте посмотрим несколько моментов по поводу качества. Какие есть проблемы с качеством, да, что бывает у нас с качеством, какие ситуации, если говорить про качество, чаще всего подводят фотографии. Давайте посмотрим. Ну что бывает, да, когда фотографируют, делают недоэкспонированные или переэкспонированные кадры, переводя с птичьего языка фотограф, это имеет в виду, что кадры получились слишком темные, или, наоборот, они получились слишком яркие, да, с пересветами, то есть области, которые лишены информации, или с провалами в тенях, где тоже чернота. Вот такие вот, да, ошибки. Вторая категория ошибок – это нерезкости. Ну, то есть промахи по фокусу или смазанное изображение, там, где оно не должно было быть, движение так получилось смазанное – это второй вариант. Третий вариант, который многих людей сейчас досаждает – это шумы. Да, шумы, шумные изображения, они переживают по поводу того, что картинка будет плохая. Еще одна тема – это искажения. Искажения самые разные, вот их, кстати, очень много. То есть искажения, например, цвета исказились, и не такие, как мы хотели бы, или не такие, как мы считаем правильными. Или там перспективные искажения. То есть мы сфотографировали человека, держа фотоаппарат на уровне своего лица, и вдруг почему-то получилось, что у него человек, у которого мы сняли, большая голова и маленькие ноги, да, он получился вдруг каким-то гротескным. Он ему не нравится, он говорит, мне не нравится такая фотография, убери срочно, я некрасивая. Например, такие могут быть варианты. Или какие-то другие искажения, там, цветов, там, пропорции или чего-то еще. Это искажения. Ну и композиционные ошибки. Про композицию мы будем говорить отдельно, но тоже, может быть, такая ошибка здесь. Неправильное кадрирование, какие-то лишние объекты, что-то еще сделано не так, как мы себе представляли, как это должно быть. Это вот самые такие основные ошибки. Понятное дело, что их на самом деле значительно больше, их может быть намного больше в плане количества разных вариантов, но это самое частое, с чем чаще всего сталкивается начинающий фотограф. То есть он промахивается по яркости, делает смазанную фотографию, промахивается по фокусу, фотографии получаются шумные, некачественные, да, они получаются с какими-то искажениями, которые выглядят некрасиво. Ну и что-то ему кажется, что ошибки какие-то допущены при выстраивании композиции. Давайте их разберем. Прямо по пунктам. Недоэкспонирование или переэкспонирование. Если говорить с точки зрения определения, то правильно экспонированный кадр, то есть правильно сфотографированный, сделанный снимок, это такой снимок, который нужен фотографу по задумке. То есть нет никаких четких правил, нет никаких четких критериев, какая должна быть фотография. Она должна быть очень светлая или она должна быть очень темная. Нет никаких критериев. То есть иногда вам могут рассказать, что она должна быть нормальной по яркости, но само понятие нормальной по яркости, оно очень сильно варьируется. То есть кому-то нравится темный фотограф, кому-то светлый. Если по сюжету, по задумке это нормально, то может быть как угодно. Для многих людей это небольшое откровение, но тем не менее это так. Но тем не менее, иногда бывает такая ситуация, что человек сфотографировал, у него получился пересвет. Что такое пересвет? Если мы посмотрим, вот здесь у барышни над шляпкой есть целая область, в которой нет никакой информации, только белый тон. То есть там нету переходов, нету никаких деталей, только белый. И никакие подробности в этом месте не сохранились. Это называется пересвет. Лишенная информация, только белый. Стараются, конечно, не допускать этих пересветов. Но у нас такой вопрос, а могли бы известные фотографы, какие-то именитые фотографы признанные делать фотографию с пересветом? Наверное, нет. И мы смотрим Cartier-Bresson, фотографии Сивилии, 1944 год, и видим, что небо, которое здесь на этой фотографии есть, оно абсолютно белое, лишено информации. Пересвет. Cartier-Bresson. Хорошо, 50-й год, Каир, тоже Cartier-Bresson, известный, признанный автор, да, власканный всеми вниманием и признанный фотограф. И бац, у него тоже пересвеченная область. А вот у него хорошо в 54-м году на площади в Марселе и тоже пересвеченной области. И мы такие, Cartier-Bresson, ты что, Анри, как так можно? Тебе же объяснили, что пересветов быть не должно. Тебе там старшее поколение рассказало, что пересвеченные фотографии – это плохо. Или какие-то наличия пересветов – это брак. А он так делал. Ну ладно, может быть, он какой-то не очень удачный пример. Есть Ричард Авидон, это тоже известнейший фотограф, столб такой, да, который наряду с Анри, с Cartier-Bresson является таким одним из основных авторов. И мы смотрим его фотографию, которая снята в Нью-Йорке. У нас, получается, родоначальник гламура. И он, бац, снимает фотографию, в которой много пересвеченных областей. Да как так? И вот у него в студии, хорошо, ну, может быть, в студии он все как-то правильно настал. И у него Долорес, и тоже пересвеченные области. И он фотографировал Шер, и Шер, певица известная, да, и актрисы. И у него тоже пересвеченные области, пересветы. И мы ему такой, Ричард, как так можно? Что ты натворил-то, Ричард, как так? Как так получается? Может быть, это просто старые фотоаппараты у нас закрадываются, сомнения. Может быть, это они не умеют нормально фотографировать, и получается так, что вот эти пересвеченные области просто древние фотоаппараты не отрабатывают, не тянут, не вывозят. ну давайте посмотрим вот 78 год и хельмут ньютон такая игривая фотография и тут тоже есть перед пересвет и тут есть платье деталь платья лишена ли какой-либо информации там нет мы таким что-то наверное у хельмута ньютон ладно не хельмут ньютон давайте тренд парк 2001 год известная его фотография мужчина стоит лучи света он абсолютно засвечен в нем вообще нет никаких деталей мы такие как так не может быть но наверное может быть тренд парк не мог вообще настроить и вообще-то было невозможно но мы видим у того же до ричард давидона 49 год старая довольно фотографии вот мальчик тоже стоит лучи света и он нормально отработано в нем видны детали в нем видны подробности его костюмчик виден да там лицо видно в отличие от деда который там шел только что 2001 году был засвеченный вообще в наглухо мы говорим ну наверное все-таки нет не в технике мы видим что вот марио тесте на это рекламная фотография то есть это вог анджелина джоли снимается это фэшн то что мы называем да то есть коммерческая фотография которая за деньги сделаны мы видим что в окне и на самой анджелина джоли есть области пересвеченные там потерянной информации 2010 год мы такие что то здесь не так наверное ну наверное наверное говорят люди мы смотрим не на те фотографии может быть просто и когда загружали в интернет их испортили эти фотографии может быть при загрузке они пострадали эти снимки да и мы их видим искаженными то что там не так пошло на их пока там сняли потом оцифровали как-то там просканировали потом как-то загрузили может кто-то их еще обработал и вот этот плохой человек нам сделал плохо ну давайте посмотрим вот есть такая фотография диптих хелмата ньютона который называется они идут там есть вторая фотография где они одеты это 81 год обнаженные мы смотрим на эту фотографию видим что у левой барышни здесь есть пересвет на ноге то есть мы увеличим сильно эту ногу и видим что там есть пересвеченная область ну да но если это оцифрованная фотография может быть непонятно кто это сканировал непонятно кто-то загружал может этот человек ну что -то сделать такое что действительно не самым лучшим образом отразилось на качестве фотографии но мы берем подарочную книгу подарочный фолиант это огромная такая книга для нее специальная подставкой что бы прям ставить на эту подставку она действительно гигантского размера и там очень качественная полиграфия прям она стоит очень дорого эта книга и прям специальные перчатки надеваю чтобы листать эту книгу открываешь на этой странице и видишь что там есть пересвет то есть даже в подарочном издание даже какой-то огромный туфлианте в этой книге есть пересвет и и мы таки да как так ты не может быть да может быть а непереносимость от этих пересветов вот эта боязнь пересветов это чисто полиграфическая проблема связана с печатью к сожалению она вообще не имеет отношения к фотографии к сожалению почему потому что это проблема печатной машины то есть многие фотографы раньше чтобы показать свое творчество они должны были идти куда-то отдавать свою фотографию на печать ну то есть мы могли конечно печатать дома там с увеличителем да вот то что делали многие фотолюбители да и профессионалы тоже делали свои собственные лаборатории делали фотографии но если печатаешь вручную ты не может много экземпляров напечатать ну там один два три на пять на десять на уперся 100 напечатал и все для мировой распространение ты не что это капля в море значит мировую известность люди получали когда эти фотографии печатались в газетах в журналах в календарях каких-то на постерах на плакатах ну где были миллионные тиражи куда этому можно было уже разнести в огромном количестве и его там в ход шла печатная машина печатной машины есть особенность она не может печатать белый она так устроена пока не буду вдаваться в подробности почему так на современных машинах эта проблема во многом решена но иногда тоже она тоже заметно не может напечатать белый почему потому что белый это абсолютно бумага без краски ну то есть вот если не будет никакой краски чисто бумага да это будет самая яркая часть фотографии которая вообще только возможно на печатная машина надо обязательно должна поставить хотя бы капельку краски в том месте где она печатает хоть маленькую но должна и поэтому чисто белая она не может напечатать там возникает артефакт это смотрится некрасиво и что происходило если фотографию с пересветами с пересвеченными областями как мы видели их делали многие авторы карте брессона видон который мы сейчас посмотрели работы до хелмут ньютон и многие другие известные авторы они делали такие фотографии марио тостина это из новых что бывает если он приносит такую фотографию в полиграфии это известный автор ему говорят ну окей спасибо за вашу работу вам ваш гонорар идите дальше мы сами уж тут подумаем как напечатать эту фотографию до садимся и думаем как и напечатка лдует специальные люди которые называются до печатная подготовка и вот они садятся и подготавливать фотографию чтобы она хорошо была напечатана с этими техническими ограничениями машин а что будет если придет вася пупкин который не является ричардом авидоном и он принесет такой фотографии мы скажем власти чего ты принес фотографию на которой нам еще нужно работать мы должны потратить очень много сил чтобы напечатать ты принес плохой нам фотографию говорили вася и говорили иди переделывать и вася шел и переделал а поскольку вася было значительно больше чем ричардов и чем хельмутов и поэтому так получилось что большая масса людей привыкли к тому что пересвет это плохо то есть вот это вот выучена беспомощность которая была распространена на большое количество фотограф начинающих привела к тому что многие люди теперь боятся пересветов а на самом деле ничего в этом страшного нет ничего ужасного нет если они не портят кадр не делают его хуже то пересвеченную область на фотографии могут быть и это не является браком не является дефектом еще нужно помнить что наши органы чувств нелинейные например мы слабые сигналы мы различаем значительно лучше чем какие-то сильные сигналы ну то есть это сделано специально защита нашего организма во всех наших органов чувств есть защита то есть сделано так чтобы мы например не оглохли от очень сильного грома дали там не умерли от сильной боли например да хотя тоже может быть но тут скорее все защитный организм будет работать защиты будет реакция будет до последнего или там не потеряли сознание сильной вони не аппетитный пример но тем не менее да вот это защитные реакции нашего организма и происходит как то есть если слабый сигнал то организм его хорошо фиксирует слабый свет тихий звук приятные поглаживания организм это прекрасно все фиксирует а если вдруг какой-то сильный громкий звук да там выстрел этом гром то для мозга это примерно одинаково гром может быть разные по громкости тавтологию простите то есть он может быть очень громкий удар грома может быть потише то есть с точки зрения допустим аппаратурного замера опять ним там специальным прибором померять громкость может быть разница колоссальная для ух это будет ой это громкое это громко вот он был этот банк ну что громче не понятно для мозга не делает разницу уже на больших сигналах вот и то же самое там со всеми остальными то же самое с яркостью то есть слабая яркость полтура тени да вот то что находится в сумраке там для нас важно детали очень важны а то что ярких областях мозг идет неважно он это отсекает для него после определенных моментов все ярко и это ярко это яркой солнце яркой лампа яркая хотя разница между ними колоссальное но этой другую мозг воспринимать как яркой поэтому то что находится в ярких областях мозгу не очень интересно ну то есть точки зрения там вот молния мелькнул есть там детали или нет детали в этой молнии не важно а мозгу вот он может быть интересно мозг это воспринимает спокойно и поэтому пересвеченная область не является трагедией а вот провалы там в тенях это уже гораздо хуже ну вот поэтому поправил провал тенях мы сейчас поговорим провал тенях это обратная ситуация это имеется ввиду что у нас будет в темноте потеряна вся информация там быть абсолютная чернота то есть там нет детали там только черный то есть если пересвет это только белый то провал тенях и только черный и провал тенях считается не очень хорошо хотя тоже там есть проблемы с машиной печатные который не может абсолютно черный печатано бедненько не может абсолютно белый не может абсолютно черный там что такое абсолютно черный это все надо краской залить а тут есть свои проблемы с заливанием краской вот но машину оставим стране, вот с точки зрения фотографии, например, вот такой снимок уже будет не очень удачный, почему, потому что половина лица здесь ушла в темноту, пропала половина лица в черноту. И на самом деле тут вступает в игру наш мозг, и он достраивает нам недостающую половину, то есть он достраивает то, что там в темноте находится, по своему собственному усмотрению. То есть он говорит, ну, наверное, там вторая половина лица, она такая же, как первая, та, которая освещена. Она, наверное, симметричное лицо, ну, например, мы же знаем, что лица симметричные, не абсолютно но близко к симметрии и мы знаем что там наверное будет то же самое что из другой стан только симметрично отображена и вот тут кроется подвох потому что с одной стороны да можно мост может достроить то что не достает исходя из общей логики а с другой стороны мы же не знаем что там на самом деле может там сильная симметрия может там шрам может быть там какой-то еще проблема какой-то дефект который мы не видим не знаем и поэтому тогда наш мозг ошибется если с лицом все более-менее понятно все более-менее логично то допустим с фигура уже менее логично то есть если у нас допустим женщина в черном платье на черном фоне то вот есть руки а где талия где там будет бедра мы можем этого не увидите мозг наш дорисует сам исходя из того что он считает нужным когда мы дойдем до композиции это будет еще одно наше занятие уже следующая я вам покажу что на самом деле мозг зачастую видит не то что есть на самом деле а то что он считает правильным видите вот тут конечно может быть большая подстава то есть он увидит то что считает ему нужно видеть он посчитает что нужно это показать и покажет нам не то что есть на самом деле покажет то что он себе там привидел то в этой темноте поэтому вот такую темноту стараются не оставлять ну из соображение как раз того что там наш мозг может додумать все что угодно хотя хотя авторы с провалом в тенях прекрасно работает тренд парк вот у него довольно много таких работ в которых есть абсолютная чернота и черное поле можно занимать большую часть кадры там нет никаких деталей ему хватает не нравится тренд парк можете карин дэй посмотреть ее фотографию она снимала кейт мост для журнала the face в девяностом году вот кстати с этих фотографий серии фотографий карин дэй как раз пошел выражение героиновый шик может быть слышали был такой прям направлении в гламурные фотографии томные барышни такие измученные да вот и худые и вяленькие да это был такой героиновый шик вот мы видим да что здесь прям черное практически все волосы там глаза зубы марио тостина известный бракодил с у меня здесь и пересветы красным и провал в тенях черным и вот он сфотографировал эмо ватсон вот таком вот виде да в котором у нас видите и абсолютная чернота присутствует на этой фотографии который считается не очень хорошей и абсолютные белые детали которые считаются не очень хорош но тем не менее снимок хорошей не резкости от следующая категория то есть мы поняли да что с провалами с пересветами не так все страшно на самом деле если это не портит кадр то это может быть в окей видимся дальше не резкости и мы видим что они тоже довольно часто встречаются карте брессон у нас фотографии которые он сделал на отдыхе на самом деле который считается одной из самых известных даже с подписью свою это сделал фотографию он как ученик лота лот это был известный кубист и человек который работал с пространством на с этими геометрии с формами на вот и он как ученик он нашел интересную вот такую вот пространственную композицию которым показалось очень забавный как он сам описывал он стал ждать когда кто-то там проедет или пройдет или что-то еще будет он стоял некоторое время ждал когда кто же там поэтому улочки пройдет и проехал велосипедист он астографировал но поскольку ему не так важно было как это выглядит велосипедист велосипедист получился смазанный у нас получается смазанность на эту фотографию не четкий но при этом вполне нормально все классно но от гарри груи например до 70-м году он фотографировал рыболов жизнь рыболов вот видите смазанная фотография у нас здесь нету четких этих рыбаков они все немножко смазанные волны смазанные и на снасти некоторые смазаны некоторые ничего четкие некоторые некоторые смазаны это не делает фотографии плохой а вот например ричард авидон студии снимал верушку известная модель вот она снимал вот в движении она тоже немножко смазанная а вот твиги которые сильно смазаны и очень сильно смазанные мы бы сказали бы если бы я сделал такую фотографию мы и выложил где-то в интернете ну чё она нечеткая она не резкая смазана что-то на бракадире да еще и лоб пересвечен да я сказали бы а я я в волосах черные детали там пропали вот вообще ричард авидон вообще фотографии которые исключительно на смазе держится то есть вся фишка этой фотографии именно в том что этот персонаж как чертик из коробки выпрыгивает и поэтому он смазанный вот на этом эффекте держится весь кадр и таких фотографий довольно много и у ричарда видона и куделки и у остальных авторов если посмотрите есть много смазанных есть много не резких фотографий это вызывает шок конечно мы смотрим там элен фону новорит вообще у нее такая методика работы да это часто такие смазанные ну мы говорим ну ладно это было там динамика они были в движении там то сет сложно действительно поймать мы знаем да как сложно детей например сфотографирует четко они бегают быстро они получаются смазанными мы считаем что это парки плохие кадры бракованы выкидываем эти фотографии несмотря ни на что даже может быть если они хорошие мы все равно выкидываем расстраиваясь то что они смазаны ну может быть если в статике снять то будет все четко и мы смотрим марио ты стены и у него фотографии где главный персонаж нечетки и мы говорим ну как же так и мы видим что это на самом деле тоже может быть могут быть нечеткие фотографии могут быть нерезкие даже на статичных кадрах и это в общем встречается не так уж и редко это довольно частая ситуация вот джозеф куделка вообще снимал серию таких работ в которых все расплывчат но при этом довольно симпатично но такие были прямо работы очень очень на мой взгляд интересные фотографии и признанные тоже интересные фотографии известный автор ну и даже бывает когда действительно брак то есть действительно брак это вот работа роберта капа высадка в нормандии вы знаете да что когда открылся второй фронт сорок четвертом году была большая операция по высадке на северном побережье франции союзные войска высаживались и там было везде все хорошо кроме одна участках высадки называлась o στο амаха-бич такое кодовое название нес и там высадка происходило под пулеметным и ими наметным огнем немецких сооружений потому что их не успели разбомбить то есть все остальные сооружения разбомбили кроме вот этого небольшого часы и там десант высаживаться прям под пулеметным кинжальным огнем и там был роберт кап это известный военный фотокорреспондент и он снимал как раз высадку как раз в наиболее таком ужасном месте там была жуткая мясорубка очень много погибло солдат и вот они здесь высаживались и у него получились такие не смазанные не четкие нерезкие кадры на которых все такое размытые не четко и не резко это брак это дефект это все признают но они получились настолько эти фотографии сильные и настолько сильно впечатлили публику несмотря на это размазка может даже и благодаря этой размазки получилось такое скрылись какие-то может быть подробности но зато показали ужас вот этой высадки кошмар до гибели многих солдат что в девяносто восьмом году стивен спилберг снимает свой фильм спасение рядового района он начинается сцену высадки вамаха бич как раз он там показывается это выход высадка он начинает ее прям с обработанных кадров которые на компьютере специально обработали чтобы они смотрелись как раз вот такими не резкими и смазанными то есть иногда вот этот дефект который ну реально дефект это ошибка фотографа при съемке до смазанные кадры потому что очень сложно было снимать в том аду это вообще что-то удивительное что у него что-то получилось у роберта капа так вот этот дефект который был он привнес в эту фотографию даже больше ужаса то есть они стали еще более говорящими более такими эмоциональными что люди настолько это сильно запомнили эти кадры что спустя вот эти десятилетия специально этот эффект смазанности воспроизводили на компьютере начинается от кадра фильм вы можете посмотреть да как раз высадки ты шумы следующая тема это шумы ну на фотографии встречаются шумы бывает еще зерно то есть зерно любят превозносить говорит это пленочное зерно то есть вот это разная яркость вот этих вот пикселей не видите так как пыль такая воздухе это типа благородное зерно а шум у фотоаппарата плохой неблагородный он ужасно на самом деле разницы нет никакой современные фотоаппараты дают такой же шум который похож на зерно пленки хоть меня сейчас могут обругать он немножко по-разному отложиться это зерно но по одному а шум по другому но визуально не очень схожи очень много на эту тему уже было там слепых тестов когда там людям показывали а вот это снято на цифру это снято на пленку сравните найдите многие уже не находят разницы но тем не менее такое миф про благородное зерно и неблагородный шум он по-прежнему остается в умах многих людей вот и мы видим что бывают фотографии до которые полны зерна полный шум вот как этот снимок сделанный ричардом принцем восемьдесят девятом году он называется без названия вот но его относят к серии ковбои фотографии довольно интересно тем что это вообще на самом деле не даже не кадр который сделал сам ричард принц то есть он не сам снимал эту фотографию он переснял фотографию то есть он пошел взял фотоаппарат подошел к большому плакату на котором был изображен от скачащий ковбой и сфотографировал часть этого плаката и сказал это моя новая фотография моя новая работа называется такой подход апроприация вот вы можете про это тоже послушать у нас есть очень хороший преподаватель андрей зергарник он про многие эти вещи рассказывает и вот есть такое направление апроприации заимствование даже как бы сказать не заимствование а использование чужих работ в создании своих работ ну естественно были суды суды выиграл фотограф что интересно в этой фотографии ну кроме того что она получается часть чужой чужого снимка и при этом она превратилась самостоятельное произведение искусства почему так опять же можете в андрея зигарника спросить я думаю он прекрасно про это расскажет вот а это мы сейчас обсуждать не будем но на онлайн занятия если интересно мы можем про это поговорить немножко затронуть эту тему про современное искусство можем поговорить готовьте свои вопросы я на них буду отвечать так вот помимо того что она чужих кусок чужой фотографии она еще очень шумно ведь так много много в этих шумов но это не помешало этой фотографии быть продана на аукционе за миллион двести сорок восемь тысяч долларов вот такая цена была уплачена за эту работу почему так опять же мы можем отдельно обсудить но если кратко если так просто то вы уже догадываетесь почему так потому что фотографии важно не техническое и и совершенство хотя конечно безусловно хорошо если она будет классная резкая четкая без шумов и не смазанный будет без пересветов без провал тенях это будет очень здорово но гораздо важнее чтобы она была интересна и интерес зрителей безусловно эта работа возникает вообще по праву своего возникновения это раз а два она рождает эмоции то есть графе рождает эмоции для многих людей которые выросли на ковбоях вот эта тема до ковбоев дейцев если у нас там допустим в россии играли в казаков и разбойников когда дети были маленькие сейчас не знаю что играют в полицейских бандитов не знаю может быть так вот а раньше были казаки и разбойники а у них в америке были ковбой индейцы эти дети которые выросли на этом которых было кино воскресные в которой они ходили там с родителями которых они смотрели вот эти фильмы категории б про ковбоев вот это вся мил фигурами мифологизация дикого запада эти с револьверами в шляпах которых на самом деле не было и которых потом придумал голливуд который построил на этом целом отдельную прям вселенную вот эти дети выросли для них это было детство для них это было ностальгии они когда-то видят говорит блин классно жвачка бумер да вот эти все переживания джинсы стертые коленки кино категории без папы по воскресеньям и воспоминания и они готовы себе за ту эмоцию которая рождает у них эта фотография заплатить большие деньги а уж вопрос больших денег это уже вопрос дискуссионный потому что кому-то 5000 большие деньги а кому-то миллионные деньги почему шумом уделяется так много внимания тут нужно понять да что есть несколько моментов первый момент что низкие шумы на не сейчас выступают как заменка головы замены гонки мегапикселей мы знаем что чем больше мегапиксель чем больше тем это неправильный слайд то тоже неправильный слайд закрались так вот мы знаем что чем больше мегапикселей это правильный слайд чтобы понимать на самом деле шутка но такая реклама раньше было это настоящая реклама nikon который показывает разницу между двойкой и тройкой но 2 мегапикселями тремя мегапикселей вот они такие использовали образы тогда так можно было тогда их не съели за это сейчас бы съели я уверен да ты все активисты бы съели бы за такую рекламу сексистскую объективе ционная вот но тем не менее тогда так можно было и все знали что чем больше мегапикселей тем лучше это было давно когда можно было делать такую рекламу сейчас уже нельзя такой рекламу ну потому что просто рынок не примет так вот всем было это понятно чем больше мегапикселей с фотоаппарат тем лучше фотоаппарат вот вышел с тремя мегапикселей надо брать надо старый отдавать детям да там или в комиссионку нести на полку складывать до с тремя мегапикселей покупать потом шестью потом с 12 мегапикселей и вот так шло 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 это гонка мегапикселей чем больше мегапикселей тем лучше потом фотоаппараты дошли до какой-то критической черты там допустим 50 мегапикселей все сказали о не мне 50 мегапикселей не нужно сказали многие люди потому что действительно не нужно то есть куда выкладывать в блок выкладывать когда там фотография получается 4 мегапикселя максимум в инстаграме она получается 2000 на 2005 точек 4 мегапикселя или куда выкладывать фотографии там печатать но мне печатать хватает 8 мегапикселей то 4 я могу напечатать такого размеры больше мне не нужно, сказали многие люди. Имею фотоаппарат с 50 мегапикселями на борту, мне нужно много флешек, потому что кадр получается гигантский, мне нужно много жёстких дисков, где это хранить, мне нужен мощный компьютер, который это может мне всё показывать, большой экран, мне нужно очень много затрат, мне нужно, чтобы фотоаппарат был шустрый. Это получается очень много затрат, а ради чего? Непонятно чего. И все сказали, ну нет, ну вот 20 мегапикселей это хорошо, там 24 прекрасно, 30, здорово, но дальше-то не надо нам, говорили люди. И сейчас продолжают говорить, потому что действительно дальше не надо. Ну, по большому счету, это нужно только профессионалам, которым понятно, зачем эти мегапиксели нужны, а всем остальным что, солить их, что ли? Нет, не нужно. И перестали покупать фотоаппараты новые. Что-то нужно было придумать новое, придумали маркетологи. Шумы, они сказали, о, классно, давайте другую тему раскручивать. Давайте раскручивать тему малошумной картинки. Потому что, чтобы продавать камеры, должен быть некий параметр, который хорошо виден. То есть нельзя продавать фотоаппараты, которые лучше воспроизводят цвета или красивее делают картинку. Потому что понятие красивое, оно очень абстрактное. То есть кому-то нравится бузина, кому-то в киеве дядька. И что считать красивым, непонятно. И поэтому одни скажут, ну вот ваш фотоаппарат с красивыми цветами, он не самый лучший, потому что я считаю, что цвета должны быть другие. И будет прав. К теме цветов мы еще тоже поговорим, мы еще вернемся. Это тема отдельная, большой дискуссии заслуживает. Так вот, если говорить про мегапиксели, люди сказали, мне не нужны этих мегапикселей. А что я могу еще пощупать? Ну шумы. Вот сильно увеличу картинку, вижу эти шумы. О, да много шумов. О, это плохой фотоаппарат. А если мало шумов, это хороший фотоаппарат. На самом деле, конечно, не так. Да, и шумы никому не влияли. И видите, фотография с большим количеством шумов, она прекрасно продавалась. Так вот, еще одна проблема, что эти шумы разглядывают при сильном увеличении. То есть довольно часто я получаю такие письма от людей, которые мне пишут там по поводу выбора фототехники или по поводу работы фототехники. И они мне пишут, что ой, мой фотоаппарат там сильно шумит. Я говорю, ну покажи. Он присылает фотографии. Нормальный фотографий, не шуми. Ну нет, ну это надо смотреть вот так. И давайте мы увеличим на 800 процентов, и там шумит. Ну конечно, если сильно увеличить, то любые дефекты будут видны. Поэтому на фотографии смотрят так, как никто никогда смотреть не будет. Это неправильно подходит. И еще одна проблема шумов. Мы избавлены технологией. Ну то есть фотографы и вообще все люди привыкли, что снять можно вообще любой кадр. Почему? Потому что мы идем в кино и видим там совершенно безумные съемки, которые раньше были просто немыслимые. То есть научились снимать там при свете одной свечки, научились снимать там на бегу, на лету, напрыгать. Все это вот делается круто, но это делается при помощи спецэффектов. Это делается при помощи сложных технологий, чтобы сделать такой кадр, который нам кажется, ну я тоже могу сделать такую фотографию. Чего тут сложно? Вот тут одна лампа, один человек, вот я беру и сфотографирую. А на самом деле в кино там все сделано гораздо сложнее. То есть там еще куча оборудования, там куча осветительных приборов стоит, которые в кадр не попали. Но тем не менее они там были. И всякие разные спецэффекты применяли и делали все значительно сложнее. Но нам кажется, что я тоже могу достаточно просто купить фотоаппарат помощнее. Никаких шумов там нет. А тут у меня почему-то они вдруг вылезли. Потому что есть технические ограничения, которые Голливуд и рекламные фотографы преодолевают другими способами. Они преодолевают другими эффектами и другими решениями. А у любителя этого нет. Он сразу замечает шумы и начинает по поводу них волноваться. Волноваться не надо. Шумы не такие страшные. Не нужно их бояться. Следующая тема – это искажения. Ну, помните, да, что есть искажения геометрии. И смотрим, например, Ирвин Пен. Признанный фотограф известнейший, который снимал для мира моды, для ВОК очень много делал. И вот мы видим его работу, трубы на капоте. И мы видим, что она снята вот с такими большими руками, маленькой головой и с какими-то непонятными искажениями. И мы говорим, Ирвин, ты чего? И вот он вообще через бутылку снимает. Женщина и женщина искаженная, получается. А вот он снимает через стекло, и у него получается актер, у него получается весь тоже искаженный. И вот тоже искаженный. И мы такие, ну как так можно? А тут вот другой фотограф, который работал до Ирвина Пенна. Это Артур Филин, под псевдонимом Виги работал. Вот он снимает Энди Ворхол через такое стекло искаженное. И мы понимаем, что, наверное, не все так просто. А вот еще раньше, это 20-е годы, это Андрей Кертеж, и у нас здесь его серия Distortion на искажении. И тут снята женщина с сильными искажениями. И мы понимаем, что очень много фотографов использовали искажения как композиционный прием для привлечения внимания и для создания какого-то эффекта. То есть искажения могут быть обидными, и могут быть ужасными. И, наверное, может быть, если вы кого-то там, подругу свою сфотографируете в таком виде, с большими ногами и маленькими руками, то может она и обидится. Но многие творческие люди скажут, вау, как классно, как необычно, какой интересный подход, какая метафора здесь заложена в этой фотографии. И будут радоваться, как работам Кертежа. Потому что, помните, многие знания, многие удовольствия от вашей фотографии. То есть человек, который много понимает, он понимает, к чему вы отсылаетесь, на что оперируете, и у вас получается больше информации, человек получает удовольствие от этого. От того, что он знает. Почему, зачем, почему вы так сделали, что вы, на кого намекали. А человек, который не знает, он говорит, ну, какая-то женщина странная, непонятно, на что это смотреть. Еще тема искажения цветов. Я говорил, что мы вернемся к цветам. И тут нужно понимать, что если мы посмотрим на работы многих известных авторов, это вот, например, фотографии 40-х годов, это рекламные плакаты для призыва в армию, да, то есть делали. Они, которые сейчас считаются, это на слайдах кодек сняты были, считаются сейчас такими эталонами работы с цветом. Но что мы можем видеть на глядя на эти фотографии, красивые цветные фотографии, мы видим, что цвета передаются неправильно. Вот мы смотрим более поздние работы, и мы тоже видим, что цвета передаются неправильно. То есть машина не такая блекло-морковная, да, и цвет синей платья не такой, и мы видим это по лицам, они немножко другие. Мы видим по городам, мы видим, например, вообще полароидные снимки. Киртеж того же самого известного, он известнейший фотограф, который оказал очень серьезное влияние на всю фотографию, мы видим его полароидные снимки. И тут вообще с цветами говорить про то, какие-то естественные, правильные цвета не приходится. Они красивые, они нарядные, но они к настоящим цветам отношения никакого не имеют, и к правильным цветам. Мы можем посмотреть и Гарри Груе, все искаженные цвета, все не такие, как есть на самом деле, все немножко другие, все, безусловно, красивые, интересные, но все не такие, как есть на самом деле. То есть все цвета искажены. И тут мы приходим к пониманию, когда мы просмотрим много работ, увидим много фотографов, мы приходим к пониманию, что на самом деле правда и правильное воспроизведение цветов и красота – это разные вещи. То есть искажения, которые есть, которые нам, может быть, казались изначально какими-то плохими, они могут быть даже очень полезными, могут быть очень даже классными. Вот здесь, например, снимок Алан Харри, и мы здесь видим, что у женщины слева, у девушки слева, у нее вообще зеленое лицо. Мы бы сказали, увидев зеленое лицо и девушку, что это какой-то дефект техники, или какой-то неправильный искажение. Но вот в этой картинке смотрится все гармонично. И мы понимаем, что искажение цветов – это тоже прием, это тоже прием, это тоже способ донести какой-то смысл, какой-то результат, и цветов правильных быть не может. Сейчас я объясню вам, почему. Потому что на самом деле, глядя на эти работы, мы понимаем, что мир гораздо сложнее устроен, что красота не связана с правильностью воспроизведения цветов, а красота связана с другими моментами, и мы никогда правильных цветов не видим. То есть правильный цвет передачи – это вообще вещь не очень нужная. Вот такой простой пример, и мы спрашиваем у людей, которым показываем эту картинку, какого цвета клубника. Большинство людей, глядя на эту фотографию, говорят «красная». Ну да, я думаю, что вы сейчас тоже сами, сидя за своими мониторами, говорите «красная клубника». Ну что, о чем тут думать-то? Тарталетка, на ней красная клубника. Ну да, она какая-то вся, фотография сейчас немножко сине-зеленая, но клубника-то красная. Берем пипетку в фотошопе, есть такой инструмент, тыкаем этой пипеткой в красную, якобы клубнику, и обнаружим, что она сине-зеленого цвета. Ну, то есть, это что значит? Что если бы был специальный прибор, не человек, а некий прибор, который меряет цвет? Мы знаем, что цвет — это определенное соотношение, ну, в случае с цифровой фотографией, соотношение сигналов разных каналов, red, green и blue. Если говорить про цвет в природе, то это определенная длина волны света, и отражается определенной длиной волны свет, и тогда мы воспринимаем цвет. Ну, это опять же такая физика света. То есть, мы знаем, как понять, какой цвет. Не заглядывая на картинку, знаем, есть приборы, которые могут нам сказать, если мы металлическим голосом, мы направляем прибор туда, и он нам — это зеленый, или направляем сюда, он говорит — это красный. Проанализировав. Так вот, если бы этот робот направил бы туда вот этот свой щуп, он бы сказал — это синий-зеленый. И мы понимаем, что это не красная клубника. То есть, мы-то и видим ее красный, а на самом деле это синий-зеленый. Это к вопросу о том, что такое настоящие цвета и правильные цвета. Если интересно, тем мы можем более подробно развить, но краткая выжимка из этого, из того, что я показал. Естественные цвета не равно красивые. Красивые не всегда выглядят как надо. Настоящее искажение цветов очень часто используют для того, чтобы придать красоты изображениям и сделать изображения более красивыми. Потому что, помните, красота — это не одно и то же, что натуральность. Фотоаппарат видит мир вообще синий-зеленый вот таким, а мы хотим его видеть таким или таким. Это уже вопрос нашего вкуса. Вот по поводу чувства вкуса. Что это такое? Оно тоже очень сильно развивается. Поначалу может показаться какая-то ерунда, то, что я показывал, там фотографии каких-то авторов, то есть, типа, это какая-то непонятная фотография, непонятно зачем и непонятно что. Но если вы будете тренировать свои чувства вкуса, я уже говорил, да, как это, музеи, выставки, история, искусство и прочие-прочие моменты, которые мы с вами описывали, то через некоторое время вы начнете понимать, что я говорю. Если вы уже сейчас не понимаете, то через некоторое время будете понимать. Потому что чувство вкуса это тренируемый тоже наш инструмент. Потому что, если говорить по аналогии с вином, первый раз, когда человек пробует вино, это кислятина. Потом, если он продолжает пить там, о, он понимает, что есть там красное, белое, там, такое-сякое вино. Через некоторое время он понимает, что вино бывает там дорогое, дешевое, там, марочное, ординарное, столовое, да, какие-то такие более сложные деления. Через некоторое время он понимает, что есть разные страны-производители, то есть есть Чили, есть Калифорния, есть Франция, есть Италия, есть Испания, они разные вины в этих разных странах. Разные сорта винограда, разные производители, разные года, разный удачный и неудачный год для вина и так далее. Постепенно он получает больше и больше тонкостей, больше понимания, как работает букет этого вина, как он раскрывается на языке, какие там нотки, к чему они могут отусланы. То есть человек, когда тренирует свои языковые, вкусовые рецепторы, он начинает лучше понимать вино и начинает наслаждаться этим вкусом. Смаковать его, потому что он больше оттенков, больше деталей. Не грубо просто кислое, это то, кислое, это кислое, а куча всего. Послевкусие, какие-то ароматы, основной вкус, второй вкус и так далее. Это уже вопрос, обратите, как это работает уже к виноделам. То есть вкус – это наше умение различать и чувствовать оттенки, и понимать, откуда они взялись, и осознавать, что они там присутствуют. Наше умение чувствовать градации, тонкие детали, замечать эти. Это наш вкус, он точно так же тренируется, как и все остальное. В цвете тоже это тренируется. Есть такая картинка, что женщины якобы различают цвета лучше. На самом деле нет. Связано это с тем, что женщины просто раньше начинают тренировать свое чувство вкуса. Так устроен мир, что они вынуждены подбирать себе косметику, например, или выбирать краску для волос. И очень тонко разбираться в этих оттенках, которых там миллионы. И подобрать косметику, губную помаду по цвету туфель, туфли по цвету Феррари и так далее. Они должны все это очень тонко, гармонически подобрать друг к другу и гармонично, чтобы было. И поэтому их умение различать оттенки, цвета, начинается раньше тренировкой. И может быть, встретившись потом с мужчиной, они будут говорить про то, что это сливовый баклажан и виноград, ты что, не видишь разницы? А он будет говорить, что летовый, потому что он просто не тренировал свой навык. Нету здесь гендерных различий, мужчина и женщина видят цвета одинаково, просто мужчины часто не тренированы в этом. Если он будет тренировать свой навык различать цвета, например, пойдет и устроится в автомастерскую, и займется покраской автомобилей, например, на заказ. А если он это будет делать регулярно, то со временем он поймет, что цвета имеют разные оттенки, и что нужно подгонять детали так, чтобы они были близки по цвету, и чтобы заказчик потом пришел и не вызывал, не выказывал, вернее, неудовольствия в плохо проделанной работе. Тренировка произойдет, и человек будет больше различать цветов. Ну, это все так во всех направлениях, это не важно где. Это вот с вином, я рассказал, это с любыми другими нашими органами чувств, что они тренируются, слух точно так же тренируется. Ну и композиционные ошибки, да, это финально. То есть есть очень много разных мифов по поводу того, что так делать нельзя, сяк делать нельзя, вот так плохо, сяк плохо. Мы обязательно про них еще поговорим, у нас еще будет занятие, которое будет посвящено композиции, мы их обязательно обсудим. Сейчас я хотел бы показать, что когда авторы хотели делать так, как им хочется, они делали, как им больше нравится. Они не оставляли места перед взглядом, они, например, как-то кадрировали странно, они, может, обрезали фотографии так, как кажется, что не должны никогда ни в коем случае обрезать. Они оставляли, допустим, только руки, не оставляли лица в портрете, они резали по суставам границы картинки. То есть когда качество фотографии, имеется в виду, смысловое, не страдает, можно сделать как угодно. Это такой краткий вывод из того, что композиционные ошибки на самом деле не так уж и страшны. Можно даже сделать вот так, смотрите, это комбо, это просто комбо. Это фотография, которую сделала Куделко в свое время, Джозеф Куделко. У нас здесь шумы, видите, она вся шумная. Здесь все не резко, все смазано. Здесь абсолютно черные тени, пересвет вместо ним. Все, что только можно, и это сделала как раз вот Джозеф Куделко, который родился в 1938 году в Чехословакии, один из важнейших представителей документальной фотографии, который до сих пор работает в Magnum Photos, является, насколько я помню, президентом. Magnum Photos – это известнейшее агентство фотографов, которое принимает только самых-самых лучших фотографов. Вот, и он так это сделал. Почему? Почему он так сделал? Что, что, как так у многих людей взрыв мозга? Как так разве можно? Почему? И вот многие начинают вот этот вот фрагмент вспоминать. Трук. Сиська! Сиська! Цветок! Цветок! То же самое, мать твою! Да, капитан, они довольно похожи. Какого черта вы делаете? Смотри, я уже объяснил, это работа Адриана Ханемана, шедевр без сомнений. А это просто мерзость. Предположение, что их ценность как-то взаимосвязана, противоречит всем законам здравого смысла. Я тоже обожаю этот отрывок, потому что он шикарен, на мой взгляд, и абсолютно прекрасен. Он как раз показывает, что происходит, если человек не имеет богатого визуального опыта. То есть не имеет вот этих тех моментов, про которые мы с вами говорили. Образование в искусстве, не имеет представления о том, что такое хорошо, нетренированный его взгляд, нетренированный вкус. И он видит две работы, которые ему кажутся одинаковыми. И он думает, что это одинаковые, а на самом деле они совершенно принципиально разные. То есть одно произведение искусства, без сомнения, а другое дрянь, которая не стоит выеденного яйца. Вот подделка жалкая. Это понимание приходит со временем, с тренировками, с навыками, с прокачиванием своего вкуса, да, и с тем моментами, про которые я уже говорил, да, все это уже объяснял. Все так происходит, потому что на фотографиях, да, потому что идея, идея смысла, смысл фотографии всегда превалирует над качеством. То есть когда вы делаете снимок, всегда то, что заложено в качестве идеи, смысла, эмоций, там, мысли, которые там вы фотографии закладываете, всегда будет важнее, чем качество исполнения. Да, качество исполнения очень важное. Помните, я говорил, что хорошо иметь там резкую, четкую, не смазанную фотографию. И это все мы изучаем. Для этого есть отдельный курс, который называется «Основа фотографии». Там вот эти все настройки, то есть опять десятое, все это обязательно изучается. Про все, про это поговорим, и вы сможете с этой освоить. И поймете, что осваивание всех этих вещей делается довольно легко. Освоение, правильно говоря, да, освоение всех этих вещей делается вообще элементарно, легко, то есть нет никаких сложностей. Поначалу, конечно, тяжело, да, там, как езда на велосипеде, непонятно, как вообще не упасть. А потом через некоторое время ты понимаешь, что можно ехать быстро, можно ехать медленно, можешь ехать с одной рукой, можешь ехать вообще без рук, можешь ехать, смотреть по сторонам, и это со временем приходит навык, да, вы понимаете, что это технически все легко осваивается. То есть освоить свой фотоаппарат, разобраться, как там все устроено, это легко. Это действительно делается легко. Для этого есть отдельный курс. И тут в данном случае наша задача понять более сложную вещь, более сложную материю, потому что она является более важной. Именно разобраться, как делать интересные с точки зрения идеи фотографии. Это вот было наше первое занятие. Если что-то вам непонятно, то задавайте вопросы. Если что-то было, с чем-то вы не согласны, то тоже пишите свои комментарии. Лучше всего, конечно, эти комментарии высказывать на онлайн занятии, которые у нас будет буквально сразу, там, через некоторое время мы с вами встретимся. И будет онлайн занятие, мы будем на нем разбирать домашние работы и будем с вами обязательно обсуждать те вопросы, которые вам показались спорными или те вопросы, которые у вас вызвала эта запись. Вот на этом все, дорогие друзья. Счастливой удачи и до новых встреч. Давайте домашнее задание. И домашнее задание здесь будет такое. Возьмите свои архивы фотографические и отберите из этих архивов две фотографии, которые вы считаете хорошими и которые подпадают по те критерии, которые мы сегодня с вами обсуждали. То есть те снимки, в которых есть интересные идеи, которые вызывают эмоции или которые заставляют людей задуматься. Вот такие две фотографии нужно будет отобрать и загрузить. Вот теперь все, увидимся на с вами на онлайн занятии. Счастливо, удачи! Счастливо, удачи! Счастливо, удачи! Продолжение следует...